Еще. Кто-то подшел. Ага. Так, давайте, 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 коротировочку сделаем. Так, камера у нас шаглись, потому что шкурани хватает, да? Да, жалко. У вас там может поменять местами с надеждой. Потому что из-за этого камеры ничего не видно. Наденька, идите за день на момент. Я уже. Да, вот здесь еще. Сейчас сюда нужно еще. У меня плохо. За вас это сделают ваши друзья. Это точно. Вот. Значит, поэтому... Хорошая. Мы занимаемся бизнесом. Мы сами зарабатываем деньги, и всех людей, с которым мы разговариваем, мы приглашаем зарабатывать деньги. Значит, во время встречи, во время встречи, мы присоединяем несколько задач, которые мы лукасинтонно выполняем. Чтобы вы не можете понимать, что все будет происходить, значит, я сегодня расскажу о смысле этого бизнеса. Почему? Потому что я хочу, чтобы люди, которые будут заниматься этим бизнесом, если тебе будет интересно, а я все сделаю, чтобы это было интересно, чтобы они понимали, в чем смысл этой деятельности. Откуда здесь деньги берутся? Что надо делать? Я на самом деле сейчас буду рассказывать про идею этого бизнеса. Причем я ее рассказываю о классике. Почему? Раньше я просто рассказывал, ребята, фирма предлагает первое, 30% срой, 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 срой. А сейчас я начинаю все-таки с идеи этого бизнеса, с тех самых чистящих порошков. Почему? Потому что в одной из книг я прочел, когда я первый раз понял смысл, когда я первый раз понял смысл сетевого маркетинга, я три дня заснуть не мог. Вот я хочу, чтобы вы три дня заснуть не могли. Я хочу, чтобы вы поняли смысл этого бизнеса. Я хочу, чтобы вы поняли, что здесь можно натворить. Я хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы захотели, а потом, чтобы вы выделяли на это время, чтобы вы это делали. И так, чтобы новички, с которыми вы будете разговаривать, сразу поняли смысл этого бизнеса, я бы еще рекомендую рассказать эту историю, которую я сейчас расскажу вам. история довольно таки простая где-то бизнес простой но неочевидный на первый взгляд он не виден и прозрачный как правило большинство людей города писали контракт фирмы не понимает смысл этого бизнеса а чтобы понять смысл этого бизнеса не чекан я скажу такую историю с которой не сразу въезжает чем здесь смысл и так история давным-давно лет пятьдесят назад одна умная фирма придумала ночь и хорошие вещи вещь может абсолютно все равно какая но я выборю все эти вещи утюг мебель люстра так возьмем чистящие порошки в каждой семье нужны чистящие порошки хорошие вот прошу была замка хорошей фирмы придумал очень хороший прошел одна женщина совершенно случайно купил этот порошок он не понравился она позвонила он не понравился и она тут же позвонила своей подруге слушает такая прелесть раньше полчаса раку играет часы 5 секунд и все блестит что сделала подруга новички вопрос пошла и купила дело что ребята мы не задумывались об этом на самом деле 95 процентов всех своих покупок мы делаем по рекомендации друзей мы бы смотрели хороший фильм какой следующий фильм пойдут стать наши друзья мы почитали интересную книгу какую следующую книгу читать наши друзья 95 процентов всех своих покупок мы делаем по рекомендации друзей она позвонила свои подруги под другу пошла и купила а умная фирма а фирма была умная она поняла что тем путем они получили нового покупателя нового рынка это новый товароборот и что не сказали за первой женщине они сказали за то что по твоей рекомендации к нам пришел человек и приобрел у нас эту вещь на тебе маленькую денежку по дорогу на заложном цене этого товара за твою рекомендацию если ты еще пяти человеком рекомендуешь мы за каждого человека по твоей рекомендации заплатите маленькую денежку другого заложено цене этого товара специально для этих целей если ты их научишь рекомендовать нашу продукцию то мы им заплатим за каждого человека перед по их рекомендации и тебе за то что я научил огромное количество товароборот а любую фирму интересует только одно объем реализованной продукции любой фирмы абсолютно все равно один человек будет 50 раз в переходить своим заказом и 50 человек ведут одному разу верно и интересует только одно объем это чтобы вам пролюстрировать возможно такую систему я вам скажу динамику работы организация тамела за первые четыре месяца работ за первый месяц был то еще мало кажется немножко каждый по чуть-чуть закупили на фирме товара на 31 миллион немножко год миллионов рублей а 30 миллионов за месяц на второй месяц на же больше там на 330 миллионов на треть месяц на миллиард 700 миллионов на четвертый три с половиной миллиарда а любой фирме абсолютно все равно каким методом создается объем интересует только одно объем 30 300 для 700 300 миллиарда ни один магазин такого товароборота такой динамики роста товароборота а вот такие методы об этом можно через полтора года наша работа в рефлей мы взяли распечатку за первый рабочий день месяца это был ноябрь 97 года за одни сутки за одни сутки групповой товароборот нашей организации за одни сутки составил сумму 1 миллиард 51 миллион за одни сутки причем кто-то там взял на сто тысяч кто-то сто пятьдесят кто-то полтора миллиона того же кредит не давали помните как этого ограничено а один чудак умудрился закупиться теми деньгами на 17600 рублей что он там взял спонжик не за чем же но не было бы этих 17600 рублей не было бы 1 миллиарда 51 миллиона то что она суммируется все почему будет море такое большое должно состоять из огромного количества маленьких кабин все суммируется благодаря нам все что получилось благодаря нашей деятельности фирм все суммирует и от этой суммы воплачивать те самые маленькие помните маленький процент который заложен стоимость товара первые первые фирмы такие методы начали сам в конце 40 годов продавать витамин когда ставить его посмотрели что можно утворить таким методом на сегодняшний день около 7000 фирм работать таки методом распространять что угодно одежду посуду технику страховки пищевые добавки лекарства украшения косметику 7000 фирм когда посмотреть что можно утворить таким методом за это время очень много людей набили свои шишки очень многие люди поняли как бизнес делается как он нельзя делать так как ни в коем случае нельзя написано очень много книг создана теория этого бизнеса такой теории говорит ребята если вы пришли в этот бизнес и хотите быть в нем устойчивы вы должны на три поколения научить свою организацию делать то же самое что умеете сами не более того если вы пришли в этот бизнес если вы пришли в этот бизнес если вы пришли в этот бизнес и вы хотите быть устойчивы вы должны на три поколения научить свою организацию делать то же самое что умеете сами смысл этого бизнеса получается в построении организации потому что одной фразы можно идею бизнес когда так один человек никогда не продаст . сколько продадут 10 человек верно но 10 человек никогда не продадут столько сколько сами для себя купить тысяч человек хорошая идея и так приглашать людей строить организацию которую будут помните сами для себя сами для себя то есть вот она купила за себя на другая порекомендовала купили для себя порекомендовали тем каждому из нас выгодно потому что каждый из нас покупает по оптовой цене по цене фирмы как минимум на 30 процентов дешевле оптовой цене прям напрямую фирмы без всяких посредников и так предположим что мы пригласили в этот бизнес двух человек на людей приглашать теория говорит вы должны научить тому же самому что умеете сами не более того вы двух человек пригласили их должны научить пригласить тоже по два человека вы умеете по два пригласить они еще нет потому что на самом деле этому бизнеса с не учили ни в школе ни в институте не умеют они этого делать поэтому ваша задача получить их заседать своих первых двух человек выгружает их на двух человек раз-два-три или этих надо научить нас по два человека раз-два-три есть нас привозят получить пригласить по два человека делать то же самое чтобы эти сами результате нашей деятельности на трех поколениях у нас говорят 4 эта работа эта работа разговаривать с людьми рассказываю что-то обучать их что-то почему правда работа вот чтобы нас заинтересовать эту работу делать фирма полифлэйм конкретно со всего товаропорота лидеров первого поколения выплачивает нам 4 процента от всех денег которые принесли на фирму чтобы нас стимулировать это сделать за третье поколение сейчас тоже платят деньги но мне нравилось обещать то ничего не платили вот казалось по парадокс ничего не платит а это ответственность а третье поколение почему а потому что я знаю теорию потому что я хочу зарабатывать свои 4 процента и свой один процент я хочу чтобы эти ребята тоже были устойчивым бизнесе чтобы он тоже был искал получать свои 4 процента изena 1 процент потому что начать как вот для них первого поколения будут вот эти ониOhistik получать 4 процента для них вторым поколением будет вот эти они вы preparate 1 про сектор все в денег луисске на фильм по дань хujeю первым поколение будут вот эти четыре процента отсюда 1 Смотрите, всего 5% от стоимости товара, которая заложена уже в цене каждой баночки, заложена на поддержание всей этой идеи, всей этой структуры. И каждый в ней заинтересован. И каждый в ней в одинаковых условиях. Кто-то для кого-то всегда будет первым поколением, кто-то будет старым. Всего 5% на всю структуру. Деньги не из воздуха берутся. В каждой баночке уже есть 5% заложены. Казалось бы, все просто. А давайте посмотрим, что получается. Я пришел сюда один, и я пригласил двух человек. Каждого из них я научил пригласить по два. Четыре. Восемь. Шестнадцать. Я пришел один, но уже получилось больше 30 человек. А если я приглашу не двух человек, а трех, и каждый в brief день я научил пригласить по три человека. Три. Каждый по три. Девять. Двадцать семь. Восемьдесят один. Ребята, чувствуете, какая разница? А разница все у нас в том, что одного человека больше пригласили. Можно нам прочитать эту схему для четырех человек, можно для пяти. Пять. Каждый по пять. Двадцать пять. Каждый по пять. Сто двадцать пять. Каждый по пять. Шестьсот двадцать пять. Чувствуете, какая разница? Разница все равно в том, что пригласили на трех человек больше. Я не буду рассказывать про шесть, про двенадцать человек, потому что есть такая еще теория управления, которая говорит, что больше, чем пятью человеками отовременно управлять нельзя. Опыт всех аарархических структур демонстрирует. Больше пяти пучинок нигде нет. Это как цирки. Раскручиваешь одну тарелочку, вторую, третью, четвертую, пока до пятой дошел, первый начинает колебаться, но возвращается ее подкручивать. Нельзя оптимально управлять, держать под контролем, надо оптимально управлять больше, чем пятью человеками отовременно. Это теория говорит. Есть прям теория создана, теория управления. Пять плюс минус два. Но я не буду рассказывать про плюс два, потому что оказывается, вот этого уже вполне достаточно. Потому что я сюда пришел один. Но пять человек знакомых у меня есть. У каждого из них есть свои пять человек знакомых. У каждого из них есть свои пять человек знакомых. И выясняется, что в этом бизнесе совсем не обязательно подписывать полмосквы. Потому что у каждого из нас свои пять человек знакомых есть. У каждого из них есть свои пять человек знакомых. У каждого из них есть свои пять человек знакомых. Я пришел один. А давайте посмотрим, что у лесорода получилось. 625 и 125. 750. Плюс еще 30. 780. 780 человек. Бизнес был создан как бизнес для потребителей. Люди сами пользуются, приглашают своих друзей пользоваться. Им понравилось. Они приглашают своих друзей, потому что друзей мы не позовем к нам, где они нам не понравились. Этим понравилось, они приглашают своих друзей. Кстати, как интересно, да? Этот бизнес, на самом деле, теория так и носит на знание. Бизнес для домохозяек. Бизнес рекомендации. Серьезные люди вначале к этому бизнесу относились очень несерьезно. Какая-то мелочевка. Кажется, для себя. Там на 100 долларов каких-то купят. Какие большие деньги от речи-то идут. Я говорю, ребята, давайте посмотрим, что будет, если каждый из этих 780 человек сделает закупку всего на 100 долларов. Через нашу организацию прокатывается товарооборот. Сколько? 78 тысяч долларов. А мне там что-то обещали вернуть. Кто может быстро выметь взять 4% от 78 тысяч долларов? 3 тысячи. 3 тысячи. 120. Ребята, достаточно будет в месяц для начала зарабатывать? Для начала. Я бы не оговорился. Именно для начала. Именно для начала. Потому что, когда мы свою пятерку учили на три поколения, мы берем следующую пятерку. А потом следующую пятерку. А потом следующую пятерку. Здесь в принципе нет ограничений в заработках. От любых товарооборотов, которые появятся благодаря вашей деятельности, первых выплатят четко оговоренный процент, который уже заложен в стоимость товара. Когда их фирма там выплачивает, надо себя ничего не отрывать. Это деньги уже заложены на наше вознаграждение. Да, красивая идея. Красивые, ночки. Нравится? Пожалуйста. Ребята, вот эту идею шведы воплотили здесь, в России, в жизнь. Когда человек заинтересовывается этим бизнесом, благодаря нашей деятельности, это наша работа, за которую потом мы будем получать деньги, он заключает с фирмой контракт. Не с нами, с фирмой. Он наверху пишет свои данные. Фамилия, имя, общество, паспортные данные. Место жительства, телефон. Внизу тот человек, который его пригласил, пишет свои данные. И фирма у себя в компьютере, вот это вот очень четко следует этот дерево. Кто кого пригласил. Кого за что вознаграждать. Кого за что наказывать. И все это здесь. У нас все уже реализовано. Вот уже два с половиной года фирма работает здесь, в Москве, в Москве. Тридцать два года она работает уже в мире. Тридцать два года. Все, что обещала, все выплачивают. Здесь реально. Ребята, вот, я сейчас рассказал теорию сетевого маркетинга. Потому что, если вы помните, я вообще про их твои ничего не говорил, я говорил вообще про чистящие порошки. идеи работают. Да, кстати, я вот здесь написал сто долларов, да? Но я могу здесь написать сто рублей. 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 Идеи-то работают. Я про сто долларов здесь говорил, потому что здесь бизнес задумался там, за границей. Вот так называется в теории. Сто долларовый бизнес. Ну, идеи-то работают. А любая российская семья кратит на себя в месяц. И косметику такой же. И больше. Я сейчас рассказал идею этого бизнеса. Потому что это идея. Вот сюда. Прочистящие порошки я сказал. Вот сюда подставить кастрюлю будет цептор. Подставить витамины будет визион. Подставить пищевые добавки будет гербалайф. Подставить лекарства будет инрич. Подставить украшения будет дельфенор. Подставить страховки будет сайф инвест. Это теория сетевого маркетинга. Ребята, давайте задумаемся. В любой компании севом маркетинга можно зарабатывать большие деньги. Вот какими качествами должен был дать продукт, чтобы органично вписываться в этот сфей. Какие качества должны быть у продукта, чтобы эта схема работала идеально. Дочке, давайте. Какими качествами должен был дать продукт, чтобы эта схема работала идеально. Быстро заканчаться. Я не говорю. Я говорю. И ты его. ребята давайте вот какими качествами должна быть чтобы схема работала идеально не платили необходимы необходим был всем чтобы никому не надо было уговариваться им пользоваться правда люди сами просили кстати огромное преимущество потому что вот смотрите мне тут я взрослый губочек говорит вообще-то интересно сказал эту идею что-то я об этом не задумывался дело в том что говорит одно дело работает по такой идее с продуктом которому каждому надо доказывать что он ему нужен а другое дело работы с продуктом который люди сами просят чтобы попросили доказать что он лучше чем качество должен был дать рада цены доступны чтобы были что-то там не за овощи дождь и торговлю великолепная продукция я буду по жизни не пользоваться деньги с ней заработать не будут ассортимент желаем помощник новичок не и не дает вот посчитать посчитать да это да естественно я каждый раз говорю для того чтобы схема работала идеально продукт должен быть качеством однозначно он обязан быть качеством так что это идея продолжает повторное обращение он должен иметь доступные цели он должен пользоваться спросом я чтобы не надо было никого он говорит что ему нужно ты сами просит это же вообще идеальный вариант правда потому что вот с лекарствами люди работают и каждый раз доказывают что порошки и таблетки нужнее чем фотосасист а здесь никому надо доказывать что другую машину помаду значит чтобы ассортимент был побольше бы что буду еще выбирать правда вот это видео ребят ну что вы там пишите блин мы же сейчас общаемся я сейчас хочу поменять его чтобы вы поняли саму идею то что потом из этого услышки 2 3 4 чтобы продукт заканчивался продать потому что это хорошая посуда но это продал и на проживание гарантия что лучше косметики что лучше косметики вписывается в эту схему вот качество да мы когда станет извращались специально то мы придумали думал хлеб и водка это еще лучше было бы наверное но косметика смотрите шведское качество по доступной цене огромном ассортименте маленькие способки за счет этого маленькие цены доступные каждому купить помаду купить лагеря ногтей там купить регулярно заканчивается и причем продукт который ассортиме нужен людям нужен которым люди привыкли к хлебу смотрите человек рождается его помой ну не я сказал что нужно красиво выглядит приятно работать давайте у нас у нас у нас у нас у нас увидели все захотел себе ставить знаете бизнесов много чтобы вы для себя нашли чем не очки все маркетинга это там работают другие компании но когда мы увидели как то разговаривалось с одним правом говорит вам есть фирмы в котором бизнес делается на страхе ну цех инвестор страховки когда вы умрете а я один раз проводил встречу мы станем в развитии верующих мы пригласили одну женщину она говорит я ничего не буду вам говорить значит я приглашу своих ребят вы им все расскажете мы вместе примем решение мы пришли там человек сорок девчонок сидел за чем-то сорок девчонок и среди них было два мужчины оба казались пасторами когда встреча закончили один из них стал и сказал послушала что вы здесь говорите обман и не уйдет вы несете мне красоту благоугодное дело благословляю этот бизнес все подписались все подписались и девчонка сразу стало золотым директором буквально на втором на третьем на третьем месяце она уже стала золотым директором что это может быть значит Валюша что это такое нет Валюша это совсем другой вариант Валюшка Откова она является женой священника она матушка ребята вот она до кризиса шла на бриллиантового директора причем батюшка ей ничем не разрешал другим заниматься кроме рефлейма потому что в день я забыл на бриллиантового директора церкви и когда она там что-то пыталась там честно еще где-то что-то работать нет бриллиантового директора не зарабатывает благоугодное дело благоугодное дело он приходил к нам в зал смотрел потом с ним разговаривал и он дал добро сказал какие плюсы на что обратить внимание батя такая заботится ребята отец Александр приходил в зал так что ходите в зал с отцом Александром вот ребята идея красивая садюш красивая идея ну что ты красивая идея помыли себе знакомую расскажи про народного судья а народная судья значит недавно у нас была встреча с народным судья ну просто человек по жизни уже знаете как для врача все люди вокруг него больные я знаю что мне будет рассказ для деньгах я не верю что в россии в наше время может без криминала заработать большие деньги я говорю ну это ваше мнение ну на раме есть право на существование но это не означает что это правильно давайте после поговорим послушали закончена встреча она говорит ребят говорит вы знаете ли криминала то нет криминала нет я наша работа да кстати обратите внимание когда я расскажу эту идею я ни слова пока не говорю про продаж да даже при отсутствии продаж этой идеи работает верно верно 4 процента все равно будет независимо от того продали они или нет в любом случае столько людей мы помоем это уже другой вопрос значит идея работает даже при отсутствии продаж но фирма-то была умная она сказала ребята а если вы будете что-то дополнительно продавать мы вам за это будем дополнительно наплачивать и вот почему-то большинство людей вот этот дополнительный вид заработка занимается основной которые получают доступ к оптовым ценам наезжают с сумками коробками узнаваем мешками они не заплатят эти деньги по которым мы говорили и они сюда уходят и уходят к сожалению не одни уходят вдвоем с негативом и потом человек который не понял смысл этого бизнеса которому не рассказали вам про это который вот этот дополнительный вид заработка принял за основной он рассказывает своим пяти знакомым что это бизнес не такой как обещали те рассказывают своим пяти знакомым и методом сетевого маркетинга пошла волна негатива вот сейчас в москве стало работать сложнее чем когда мы начинали почему что уже все в рефлейинге просто здесь появились люди которые уже были здесь которые мне рассказали идеи этого бизнеса которые дополнительный вид заработок приняли за основной которые устали когда у них уже руки ниже колена пустились и вот мы сейчас приглашаем человека в этот бизнес а он сам себе думает так 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 что у меня уже работал в рефлейинге тот уже там был этот тоже я не знаю ничего не заработали я не пойду нам сейчас стало сложнее работать дело в том что эта идея работает людей обычно волнует вопрос насыщения насыщение все пирамиды имеют тенденцию насыщаться я говорю ребята сколько сейчас жителей россии 146 миллионов предположим что все 146 миллионов уже ходят с каталогом подмышек уже все в рефлейинге даже для 146 миллионов первого человека есть смысл заключать контракт с фирмой он сам для себя будет на 30 процентов дешевле брать и эта структура срабатывает многократно пока люди мыться будут по любому курсу доллара даже если курс будет пить дитя люди все равно будут мыться даже во время войны люди будут мыться что предлагает фирма рифлей а да кстати что предлагает фирма рифлей конкретно заработку ну самое первое самое первое если вы будете дополнительные что продавать я буду дополнительно доплачивать 30 процентов с розницей с розницей вот это бизнес понимает все здесь взять туда сдать получить разницу бизнес понимает все абсолютно о том что может там еще каким другим способом зарабатывать деньги большинство людей об этом просто не задумывается то что им не рассказали значит у нас есть каталог у нас есть каталог здесь весь ассортимент нашей продукции в каждом каталоге у нас есть вот такой прайсик это цены для клиента тут только одна цена здесь уже 30 процентов нашей прибыли заложен клиент даже не знает что у нас есть какая другая цена вот это цены фирмы видите по разным словам сделать я не янно по трубе написал мне сам издать это цена фирмы фирма рекомендует работать нам по 30 процентов нашей прибыли потому что это тоже работа встретиться с человеком объяснить ему показать заинтересовать его эти продукции проконсультировать поехать на фирму это дорога время получить этот товар приехать обратно доехать до него отдать ему это работа наша 30 процентов это не халява 30 процентов это не спекуляция это наш заработок причем значит основные фирмы очень хорошо подготовлены с каждым российским рынком она поняла что есть много людей желающих работ хотящих у которых даже нет денег чтобы выкупить свой первый заказ любому человеку разгружать на тракт с фирмы фирма представляет возможность брать продукцию кредит до 3200 рублей единовременно до с одного рубля и до 3000 любой сколько надо причем обратите внимание этот кредит дается не для того чтобы вы набрали товар потом пытались его пристроить кредит дается для того чтобы вы не вкладывая денег имели возможность зарабатывать вот я даже собрал уже первый заказ а у меня нет денег чтобы выкупить на фирме фирма представляет возможность взять его кредит только то что вам нужен только то что вам заказали поехали на фирму и вкладывая денег взяли раздали под живые заказы деньги 30 процентов себе в карманы остальные принесите на фирму погасить кредит которые погасили кредит вы готовы управлять следующий заказ и опять в кредит хоть 30 раз в месяц значит единовременно единовременно фирма дает кредит что сколько скажу не пишет уже 3 400 ул это значит 3 400 кредит кредит дается 30 процентов кто может быстро взять от 1 400 да 1 200 чуть-чуть побольше 900 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 это наша зарплата ребята вы уже сравнимы с оплатами должностными да государственным 30 процентов с розницей для того чтобы собрать вот такой заказ кому-то надо 3 часа кому-то надо неделя сколько раз вам нужно по 1020 рублей это хороший заработок любому человеку которого мы приглашаем в этот бизнес то сразу предоставляем возможность зарабатывать деньги с нуля кто поставил подпись по контрактам может подойти брать продукцию кредит причем на самом деле когда вот было все нормально в России они давали кредит на месяц без процентов сейчас в тех условиях когда никто из нас никто вообще в государстве не знает какой курс будет послезавтра вчера все равно возможность нам работать кредит на 7 суток но за эту сутку они хотят 5 процентов от объема заказа страховку иметь неизвестно какой курс будет послезавтра через 7 дней общего года если у нас есть деньги мы пошли на фирму выкупили товар и зарабатываем 30 процентов если даже у нас нет денег все равно нам оставлять возможность зарабатывать но вы получаете не 30 процентов 25 любому человеку с нулевой подготовкой который только поставил ребята вы вообще представляете что что происходит вы любому своему знакомому можете дать возможность инструмент для зарабатывания денег иди поработай надо сделать чтобы 700 рублей каждый из вас в этом месяце сам себе назначает зарплату мало? я расскажу что надо сделать чтобы заработать больше назначить там себе зарплату а потом делать то что же самое в одном из сторон бизнесов нам как-то рассказали такой случай говорят ребята все мы страдали немножко шизофрении развоение личности ну так станьте говорить шизофрениками до конца развоитесь и сядьте по обе стороны стола с одной стороны вы начальник с другой стороны вы но подчиненные сами себе как начальник учененному дайте задание сами у себя как ученого начальника примите его к исполнению сделайте это а потом сами перед собой нету третьих сами перед собой отчитайте из-за продела на работу а после этого задумайтесь вы сами себя таких как вы есть сегодня взяли бы к себе на работу красиво красиво ну правда честно говоря я сам бы себя тоже не взял бы на работу а я бы взял бы на работу а я бы взял бы на работу а я бы взял бы что мы не сходим сколько вы хотите зарабатывать а я потому что другому ребята сколько здесь можно зарабатывать сразу же отвечают сколько вы хотите сколько вы хотите Дело в том, что на самом деле большинство из нас не задумывается о том, что сколько я их буду зарабатывать, зависит от них, от их внутреннего начальника, от их способностей самим перед собой считываться, ставить задачи, чего-то хотеть в этом мире. Не просто прозябать вот там, чтобы на хлеб, а чего-то хотеть, в зависимости от своих целей, от своих желаний, ставить себе задачи и выполнять их, а потом перед собой отчитываться, сколько вы хотите в одном месяце, и что вы для этого сделали. У нас недавно приезжали в Москву ребят, которые этим бизнесом занимаются уже по 25 лет. Вот один из них рассказывал, рассказывал, там тресно рассказывал, ну народ разный, кто-то спать, там уже взвалился, зал огромный, вот, и он говорит, ну так, чтобы немножко оживить, он говорит, ребят, у меня к вам просьба, говорит, встаньте, пожалуйста. 1 3 зала встала. 2 3 и сидят, он говорит, ребят, у меня к вам просьбу, встаньте, пожалуйста. Еще 1 3 зала встала. 3 3 сидит, как приятная, как приклеенная. Потом он говорит, у меня к вам просьба, тем кто встал, говорит, загляньте, пожалуйста, под стул, загляньте, пожалуйста, под кресло. И вдруг, значит, голос такой, доллар! Все полезли подрастут. доллар 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 а он просто пришел перед началом этого самого занятия по стуле приклеил по доллару здесь и что все приклеили но эффект такой был весь зал вскочили те кто спали тоже вскочили а вот у меня все утихомедлились все утихомедлились он сказал ребята вот из этой ситуации какой вывод можно сделать и потом скажу под сидячую задницу вы доллар не подсунешь спасти и нам встать нет это только один из видов заработков в этом бинта что-то немножко живи за он будет ребят у меня к вам просьба встаньте пожалуйста одна треть зала встала где третий сидят ребята у меня к вам просьба встаньте пожалуйста еще одна треть зала стала третья треть сидит как приятные как приклеены потом говорит мне к вам просьба кем-то встал закиньте пожалуйста под стол закиньте пожалуйста под кресло и вдруг значит голос такой доллар а он просто пришел перед началом этого самого занятия по ступе приклеил по доллару здесь и что все приклеили на эффект такой был весь зал вскочил те кто спали тоже вскочили все утихомедлились он сказал ребята вот из этой ситуации какой вывод можно сделать я вам скажу под сидячую задницу вы доллар не подсунешь спасти и нам встать нет один из видов заработков в этом бизнесе потому что интересно происходит вот я человек ленив по определению я сам очень ленивый человек из первых руководства общая когда я говорю про себя плохо не говорить вот я собрал заказов на тысячу рублей 30 процентов получил с розницы 300 рублей сижу пиво телевизор смотрю я тебя спрашиваю ты чего не работаешь я говорю а зачем деньги то есть кончится пойду еще заказ на тысячу рублей мне не выгодно чтоб я работал раз в полгода вот как меня заставить работать лучше больше начальников нету подчиненных нету как меня заставить а кто знает премии платить если больше будете работать правильно материально выгодно не капиталисты они все прекрасно осознают чем можно человек обидеть материальные выгоды и они говорят ребята а считаю дать сразу с вами боремся на первые 30 процентов это вашего святое это святое а вот чтобы вас интересовать работать лучше и больше ну вот что придумано из тех денег которые вы принесете на фирму издаете на фирму в конце месяца по результатам вашей работы зависит от того сколько вы наберете часть денег мы будем возвращать как премию за хорошую работу из тех денег на фирму часть денег мы будем в конце месяца возвращать как премию за хорошую работу зависимость от ваших от того сколько принесли да они предлагают трудных заработка от 3 до 21 процента возврат с личных объемов продажи значит дело в том что вот это вот у нас есть прайс тут ценные клиента и даже не дает у нас есть и другие цены а вот здесь вот это наш внутренний план заказа это цена по которым мы рассчитываемся с первым в общем здесь да здесь ассортимент нашей продукции в две колонки с двух сторон здесь покажет позиции четыре колонки цены последний колонка цена для клиента так же самое что он здесь в прайсике предпоследняя колонка это цена наша по которым рассчитываемся с фирмой причем все это не начать мячка кончай корифеем все расчеты по той цене если к этой колонке предпоследний добавить 30 процентов получается последний колонки я проверял 30 процентов розницы ну вот в чем подсчитывать активность вот для этого пункта в рублях тренинг каждый на бирже прыгают в долларах так же фирма шведская а тема работать в 58 странах пункта кратис в баллах бонуса причем привязанных курсу доллара из расчета один балл полдоллара один полдоллар вот смотрите например помада стоит 20 долларов она в африке стоит 5 баллов до основным долларов 5 баллов значит в африке 5 баллов в россии 5 баллов в швеции 5 баллов раз потом местную валюту пересчитывать в каждой стране вот в этих баллах конца и подсчитывает наш активность красающим томас первые часа 31 будет первая колонка это те самые баллы бонусы доллара и полиция без товара в баллах этих баллах они подсчитывают всю нашу активность растающему пропускай вышла по 31 на дума не придумали вот такую табличку вот такую табличку 10 баллы бонуса 10 процентов возврата набрали 200 баллов 100 долларов возвращает вам три процента время за хорошую работу от всех деньгах принесли на фирма снова набрали 4000 баллов это 2000 долларов 20 процентов 20 процентов эта часть да а пяти тысяч долларов эта часть кто мечтать еще неплохой заработок двигает а что-то по второму пункту сколько заработать столько кучи десять тысяч баллов пять тысяч долларов реально это в одиночку набрать за месяц особенно сегодняшних условий до сегодняшнего курса темы тоже прекрасно она и все что стоит нереально в одиночку ребята не жадничать приглашайте своих знакомых и друзей пусть они тоже зарабатывают стоит интересно первым говорят у нас огромные склады километр на километр на километр битком под крышу , продукции сколько вам нужно время чтобы все это распродать жизни не хватит ведь можно создать такую команду который каждый понемножку каждый по чуть-чуть каждый для себя этот склад разлетится в щепки за один час как вы думаете фирма расстроится ли горчится на еще таких 10 складов привезет правильно создавайте команду приглашайте людей пусть они тоже зарабатывают там на всех хватит у нас же люди умные вы всех конкурентов расти никому не скажу где беру сам все распродам как надо заставить как надо заставить приглашать людей материально материально заинтересовать и они говорят ребята мы приглашайте приглашайте людей пусть они тоже зарабатывают потому что мы вам тоже будем за это дело вознаграждать они предлагают третий вид заработка от 21 до 3 процентов возврат с групповых объемов продаж очень интересно дело в том что большинство людей с которыми вы будете разговаривать не очень-то понимает как они будут получать деньги с работы предложенных людей на самом деле интересно что те сами будут конверты в конце месяца приносить деньги свою работу или надо за каждым стопором бегать в конце месяца дай мои деньги шведы уже работают 32 года таким методом и они нашли как это организовать значит для того чтобы это пояснить мы с нами обычно рисуем такую картинку предположим что мы в этот бизнес пригласили 6 человек можно пригласить 1 2 может пригласить 300 я 6 человек беру для того чтобы разобрать все возможные варианты посмотрите 1 2 3 4 5 6 6 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 9 10 11 5 12 5 10 7 11 10 14 15 15 15 15 16 16 16 18 16 18 15 15 пришел взял чуть на фирме и мурас компьютер несли он еще пришел ему взял что-то ему и добавили на конец месяца фирма побоит черту и говорит сколько мы там этих баллов набрали вот она говорит вот первый человек набрал заказов это все компьютер считает на 300 баллов когда я говорю про деньги это где-то 50 долларов понимать это человек на 700 баллов будет на 700 этот человек на 7000 каждый человек разный каждый по разному это на 4000 этот вообще на 20 это вообще ничего и спонсор где-то на 200 все как в жизни да кто-то работает кто-то очень хорошо работает кто-то кайка вообще ничего не делает как жизнь лучше человек мы забрали всевозможные варианты что происходит дальше джейдите проценты только львов не пугайтесь то что все это читает компьютер я просто их пишу для того чтобы вы понимали о чем речь идет компьютер фирма обращается вот когда таблиц 300 баллов сколько уже на память знаю по таблице джейдите однозначно человеку 3 процента выплачивается конце месяца как премия за хорошую работу от всех денег рубеж на фирму 700 баллов 6 процентов 6 процентов вы подоглицу можно сразу это выясняется 6 процентов на самом деле это как тоже до хрена остальное место вверх 6 процентов 7000 баллов кто у нас новичок сергей бендаевик 7000 18 процентов 18 процентов этот человек возвращает 18 процентов от всех денег которые он принес на фирму премия за хорошую работу так 4000 15 15 процентов 15 процентов 20 баллов да нет такой буквы в этом слове с 200 начинается таблиц ничего и не выращает так советом разобрались с этим тоже понятно с ними разобрались а как мы с этим товарищем ведь обратить внимание если бы он работал в одиночку у него было бы всего 200 баллов всего три процента но ведь благодаря его деятельности фирма получила вот такой товар оборот его надо это благодарить для него вводится понятие групповой объем продаж все заказы в организации на нем суммируются 300 и 700 тысяча плюс семь восемь тысяч плюс четыре двенадцать тысяч двенадцать двадцать 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 но самое главное что больше десяти окажется по этой таблице может двигаться к групповым объем продаж они там что-то покупают а на нас все это суммируется и нас со совсем другой скоростью по этой шкале у нас в любом случае вот если мы это организовали у нас больше чем большего будет потому что его результаты добавляются те еще и мы в любом случае его опережаем по таблице и что получается больше десяти тысяч а десять тысяч это двадцать процентов нас эта организация выбрасывает на 21 процентов возврата что это означает это означает что на все закупки этой группы двадцать один процент всех данных денег возвращается обратно в сеть наше упрощение от этой закупки два цента от этой закупки два цента отсюда 2d здесь тут тоже и здесь и здесь от всех денег которые были зайны на фирму двадцать процент от каждой закупки возвращается обратно в сеть но ведь человек вышел всего на 3 процента вот здесь а вот вернули 21 один ему и платит 3 процента а вот эти вот не до заработаем доноски 1 18 процентов от этого объема они идут спонсору идут спонсору чтобы поблагодарить его заработать этим человеком то есть 18 процентов от этого объема идут спонсору что поблагодарить его заработать этим человеком человек вышел на 6 процентов он не получает свои 6 процентов нужно их вышел а вот эти деньги не до заработали на 21 кто-то получается 15 процентов спонсору в стране рисуется человек вышел на 7 7 7000 баллов это 18 процентов он получается 18 процентов а вот эти вот три процентика не до заработанные до 21 тоже идут спонсору чтобы поблагодарить его заработать с этим человеком так это 15 6 процентов спонсору вот этот человек ничего не заработал да но на его закупку фирмы тоже сбрасывает 21 процент весь 20 процент идет спонсору чтобы поблагодарить его заработать самим человеком шведы все это делали реализовали в жизни и понятно как нам класть деньги за работу приглашенных людей причем тут получается очень интересная ситуация новички с которыми вы будете разговаривать вам будут могут дать такой вопрос вот здесь отмечаю 18 процентов здесь будет 15 а здесь всего три каких-то сон там я буду так и буду приглашать ребята сплошь и рядом серьезные люди я понял я понял как ну вот вот такая вот такая что я буду приглашать знаете это огромный труд объяснить человеку что даже 21 процент от 10 долларов гораздо меньше чем три процента на трех с половиной тысяч долларов мы даже были бы нужны такую табличку создать надо будет такой вот такого размера дело так там приближаем приближаем это та же самая таблица что и плане успеха такая вот они по закону со вот они процента возврата мы просто что делаем раскрыли ее в условных единицах деньгах и добавили колоночку спонсора а что получает спонсора с ней уже 20 процент а у него есть трехпроцентник трехпроцентник участие процента слой объем продаж что-то вы звучит вот так а спонсор остается разница 21 минус 3 из нас процентов от этого объема а что получается спонсора с ее уже 20 процентов а у него есть 15 процентник и нас по цене уча 15 процент от своего объема продаж Случает вот так, а спонсору остается разница. Всего 6%. Но уже, извините, от этого объема продаж. И получается очень интересная тенденция. Чем лучше человек работает, тем больше процентов ему выплачивают. Тем больше это в денежном выражении. Спонсор же, несмотря на то, что остается все меньше и меньше процентов, но все время от большей и большей суммы. И поэтому абсолютно величина его заработка растет. Это не очевидно. Мы очень наглядно, когда посмотришь на это какое-то обучение. Правда? Ребята, это таблица остальная очень интересная, потому что ее можно торговать с разных сторон. С разных сторон. Потому что давайте посмотрим, что нужно делать спонсору, чтобы зарабатывать как можно больше. Надо научить своих людей зарабатывать много. Не работать много, а зарабатывать много. Мы можем пригласить 300 человек, каждый из которых сделает закупку на 10 долларов. Они вообще ничего не получат. Мы получим полностью весь 20 процентов. Это всего по 2 доллара с человека. Мы можем взять всего 2-3 человек, научить их зарабатывать вот столько, и за каждую на кем будут уплачивать вот столько. Это не бизнес-предглашателей. Это бизнес-учителей. Согласны? Причем получается очень интересная ситуация, ребята. Смотрите. Чем больше люди зарабатывают, тем нам выгоднее. Он зарабатывает тысячу, мне платят 4% тысячу. Он зарабатывает 10 тысяч, мне платят 4% десяти тысяч. Помните, что Милая сказала? Снайдите мне на какую-то работу, чтобы ваш начальник вам говорил, что я хочу, чтобы ты зарабатывал каждый раз все больше и больше. Чем я тебе помогу помочь? Что тебе надо научить? Что тебе надо подсказать? Я хочу, чтобы ты больше зарабатывал. Чем больше они зарабатывают, тем больше зарабатываете вы. Красиво? Богоугодные темы, ребята. Помните? Помоги другому больше зарабатывать, а тебе это вернется, стариться. Помоги другому. Смысл бизнеса. Помоги другому. Ваши устойчивости, ваши заработки бежат через устойчивость и заработки людей, которых вы пригласили. Согласны? Красивая идея. Да, кстати, обратите внимание. Обратите внимание. Вот с этого человека мы тоже выплачиваем 21%. Вот с этого человека мне тоже выплачивают 27%. Но даже 21% от нуля мне не выгодны люди, которые не зарабатывают деньги. Элементарно. Мне не выгодны люди, которые не зарабатывают деньги. Которые ничего не делают. и я заинтересован изменить ситуации чем больше он будет зарабатывать тем больше будет платить мне нам не платят за количество приглашенных людей мы уплачиваем четко обвалены проценты которые заложены стоимость товара я обычно касаюсь еще с новичками на такого разговора говорю ребята это пирамида пирамида игра не дышать что это пирамиды ну каждый раз я говорю ребята а ведь слово пирамида это не ругательное слово любая архистика структура принимает пирамидами просто разные пирамиды бывает бывает административных министерства обороны государство административные бывают товарные со мисси разторговли тоже пирамида министерство глава торг универмаг старший продаж но деньги на поддержание память заложены в стоимость товары товарная пирамида есть третье категории гранит финансовый объединение из кармана карман перекладываться конечно же приглашена власть во всем мире запрещены по товарные пирамиды древнейшее приобретение человечества используют а важная пирамида а выплачивать проценты которые заложены стоимость товара нам не платите за количество приглашенных людей вот у меня еще не человечки из предъем не зря нарисовал их новичкам прощали чем там вам видно и не зря его нарисовал потому что мы в этом бизнесе совершенствуемся мы меняемся мне просто был такой случай приказался он подполковник там в одном отделе работы он все рассказал не сильно не делает вот так а потом мы с ним общаемся я рассказал по-другому потому что я то меняюсь я с людьми разговариваю каждый раз чему-то учусь я ему все рассказал по-другому город елки-палки вот шесты сразу так не сказал раньше так и не умел вот тут я заговорит понял я так понял что здесь надо делать он быстро-быстро собрал команду которая в сумме дала ему тоже 10 тысяч баллов что это означает это означает что его команда выбросила его тоже на 21 процент верно у него 27 процент у меня 27 процент не выгодны люди да разница процентов лету что мы делаем вот мил палку в колесо ставить уровень ну хоть немножко притормозить он хочет все получить в офис его последние недели не пускать но выгодно это будет фильм фирма заинтересованную в росте товарооборот а еще одну в офис не пускать и фирма мне говорит ребята вот таких людей вот за таких людей которые вышли собрали группу фирма которые дают товарооборот 10 тысяч баллов которые вышли тоже на 20 процент мы вам будем отдельно доплачивать четвертый вид вознаграждения 4 процента от всего объема продаж 20 процентной группы первого уровня ничего не напоминает оказывается мне 4 процента не за 100 долларов власть мне 4 процента платят от 10 тысяч баллов 5 тысяч долларов нехило я тогда рассказывал идею этого бизнеса просто так вот просто смысл этого бизнеса а на самом деле мне 4 процента платят не от 100 долларов но и потом под ним тоже пойдут эти 20 процентные группы да причем еще наряд вот так вот идти туда да фирма говорит пятый вид вознаграждения 1 процент со второго уровня 0 5 процента с третьего уровня 0 25 процента с четвертого уровня помнишь помнишь за третий за четвертый поколение сейчас тоже платят деньги да и это еще не все потому что везде речет про десять тысяч очков да десять тысяч а у тебя если у вас будет больше 13 тысяч больше 13 тысяч ну и вам выплатим шестое вид вознаграждения один процент от всего объемопродаж вашей группы только делайте что-нибудь сволочь только делайте что-нибудь да ой смотри я забыл что камера пишет хе-хе-хе-хе хе-хе-хе вырежем с клеем хе-хе-хе не будем да там пленки нет да хе-хе-хе хе-хе-хе обратите внимание как дело в том помните я вам говорил про маленькую денежку которая была заложена цене этого товара да да эта маленькая денежка на фирме Арифлейм составляет 58 процентов от его стоимости 30 процентов 21 51 55 56 57 58 58 процентов от стоимости товара заложил на наше вознаграждение как вы считаете это много ли мало новички много спасибо потому что надо говорят мало люди разве пытаются когда мне люди говорят мало я говорю знаете вообще в Америке если операция приносит 3 процента прибыли то считается что есть смысл делать когда мне говорят много а некоторые люди говорят еще хуже если вам 58 процентов от стоимости закладывается сколько сам товар стоит каждый раз я говорю ребята вот для того чтобы понять сколько сам товар стоит давайте посмотрим на классическую схему ценообразования которую я объясняю прямо на пальцах потому что когда он на пальцах все объяснишь то люди мы с вами сразу смотрим как интересно на пальцы вот это день который хочет получить себе фирму за свой продукт тут я прибыль уже заложен крупный октопосредник средний октопосредник мелкий октопосредник реклама плюс оценка магазина каждый из них кроме золотых расходов закладывает стоимость товара как минимум 30 процентов крупный октопосредник из разных стран перегоняй подгрузку разгрузку офис растамбошка больше ни на что времени остается но без 30 процентов своего прибыли он работать не будет надо говорить слишком много 30 процентов я говорю ребята любому крупному покупателю они скидку 10-15 процентов дают без ущерба для себя 30-30 средний октопосредник берет у этой фирмы и рассаскивает по городам этой страны погрузка, разгрузка секретарша для многих и как минимум 30 процентов своей прибыли без прибыли на работу не будет мелкого крупного посредника берет у этой фирмы и рассаскивает по магазинам этого города не только 30 50 а то и 70 процентов надо и дурать плюс реклама плюс оценка магазина все знают что это такое самое прошивое что каждый из них свои 30 процентов накручивает от предыдущего там такие на вороты идут там такие проценты на проценты у нас ребята считали от 700 до 1000 процентов уходит на прибыль посредников если что-то на заводе стоит долларов покупатель находит 10 долларов 1000 процентов что делает фирма которая переходит на север маркетинг она смотрит сколько и продуктов в магазине по классической схеме продаж она отказывается от услуг всех посредников она сама изготавливает упаковывает спортирует растамаживает хранит выдает ведет учет выдачи вот здесь вот на спортивной находится родная фирма Reflame International без посредников мы с вами единственный посредник между фирмой и потребителем наплодные расходы этих посредников остаются но отсутствует прибыль этих посредников раз 30 процентов два 30 процентов три 30 процентов четыре 30 процентов пять 300 процентов что делает фирма у нас стоит сколько продуктов в магазине один из видов наценок она убирает наш продукт уже получает в дешевле чем в логичном магазине одни из 30 процентов которые все равно уходили на оплату посредников они отдают нам своим единственным посредникам и еще 30 процентов они бросают на поощрение хорошо работающих дистрибуторов а все остальные деньги остаются фирмы часть этих денег они бросают научное сопровождение на разработку новой продукции смотри каталоги каждой каталоги новинка 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 у них есть деньги чтобы оплачивать лучшую лабораторию мира лучших специалистов каждые два месяца каталог меняется каждый раз новинка и денег все равно стоят все больше чем если они работают по классической схеме новички имеют такое место быть потому что как правило новички на самом деле не понимают этого и на самом деле очень часто сколько ваша продукция стоит а чтобы понять сколько наша продукция стоит давайте посмотрим на классическую схему ценообразования сразу все вопросы исчезают мы учимся в этом бизнесе мы учимся мы меняемся мы ищем варианты мы сталкиваемся с проблемами мы сталкиваемся но просто есть разные люди которые одни эти проблемы воспринимают как проблемы как препятствия а другие проблемы воспринимают как задачи которые над решим и чем сложнее проблема тем крупнее чек сумели решим так так говорят самое интересное что идут люди семь тоже свои результаты семь тысяч добились не в одиночку у каждого из них тоже есть своя команда кто-то у них там вышел на 3% кто-то вышел на 9% кто-то вышел на 6% на них все это просто суммировалось получилось 7000 на все закупки их команда выбросила на 18% на все закупки его группы фирмы 18% и он уже внутри своей команды забирает эту разницу и так каждый из нас а для меня он уже со всей своей команды выходит как один человек с семью тысячами с 18% потому что он уже на своем уровне все собрал деньги в воздух не берутся всего 20% фирмы заложил на вот эту деятельность вот этот человек свои 300 банок может быть тоже не в одиночку набрал это весь бизнес команды Олик расскажи иногда люди боятся что я не пойду к тебе я не хочу чтобы ты на меня зарабатывал надо? надо 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 значит дело в том что сами в России очень часто получается такая ситуация ну конечно я понимаю меня приглашают зарабатывать я же знаю чтобы мне сам будет зарабатывать да? мог бы так задержал вопрос завтра и мы каждый раз говорим ребята вы знаете я знаю многие такому подходу потому что когда там где бывает работает то вот там тоже такая шкала есть но там супервайзер вот этот все держал в руках приходили люди по этим разным шкалам пытались сделать закупки говорит слушай мне там два балла осталось для следующей шкалы ну дай мне последующие уже все офигелы говорит мои деньги мой заработок и вот там на самом деле получается еще и друг другу не зарабатывают а здесь вот при такой вот схеме подсчетов вознаграждения говорю ребят а такой пациент просто речь не может вот ты вышел на 3% ты получаешь свои 3% что реально сделал то реально получаешь вышел на 18% ты получаешь 18% ни ты и спонсором ни и спонсор тебе ни копейки не должны каждый из нас рассчитывается с фирмы фирма перераспределяет эти деньги согласно вкладам каждого из нас что заработал то и получил какой спонсор на тебе не зарабатывает он получает от фирмы вознаграждение за свою работу с тобой потому что на самом деле на самом деле вот поэтому это самый таблиц получается что мы получаем деньги не за работу дистрибьюторов наших а за нашу работу с ними пока мы их не научили много зарабатывать ребята это гораздо выгоднее чем просто человеку пригласить гораздо выгоднее его научить послужил он здесь чем искать во время другого третьего четвертого выгоднее одного человека научить зарабатывать много в этом бизнесе выгодно любить своих дистрибьюторов любовь из категории нравственная приходит в экономическую категорию здесь выгодно любить здесь выгодно любить правду сказано в этом бизнесе выгодно любить своих дистрибьюторов выгодно чтобы они больше зарабатывали выгодно помочь ему помоги ему тебе это вернется старец и где то есть истинно старые как мир но когда они получают вот такое чисто материальное подтверждение да кстати вот в нашем бизнесе очень часто получается что человек пришедший позже зарабатывает больше чем люди которые его пригласили потому что здесь каждый получает за свою работу потому что здесь он получает свою работу руководить до 21 процента а спорта он получает всего 4 всего его товаропорота потому что под ним могут быть таких вот четырехпроцентников несколько человек а спонсор за них получать всего один процент он получает по 4% у них 12 человек по 4% получает аоспорт получает всего 1 процент кто реально работает тот реально зарабатывает вы прям возьмете будете брать свои распечатки настолько удивительская люди которые которых вы пригласили которые пришли позже зарабатывать большевые как участие свою работу нас просто был случай когда мы приглашали маму одну она не пошла но так записывал свою дочь у меня там студенточка в общем так делается что и хотя бы не очень падал студенточки бедные первый месяц там 16000 с деньгами 99 рублей заработал ты сам больший деньгах который ты говорил там его горит тоже команды нет второй месяц на второй месяц звонит мама и так это агрессивно давать говорит что это за безобразие что это за пирамида такая нечестная что случилось что это заправить неправильно как рамин когда нижний зарабатывать больше чем верхнем моей ленте в этом месте каких-то миллион двести всего лучше хотя бы легче чтобы всего миллион двести каких-то а у какой-то ворониной под ней говорит 7 с половиной миллионов это что-то ранее гониши на подборщине нет неправильно то нет нечестной пирамиды сейчас всю свою команду размещать всем закупки запрещу делать или сказал так воронин работает и папа карна ты еще одной ногой там ставишь на третий месяц звонит это мама и довольно-таки агрессивно там это такая нехорошая девочка это редиска это значит еще там разные слова на бывший директор школы поэтому слов у меня кручу училась я посмотрел году у ленки в этом месте вот 11 с половиной миллионов бы они там должны были прикинуть же больше двух тысяч долларов и третий месяц работы я не предсказал горит линда 8 на деньги косим свои долги и работают бонус в рифле не берет ну что это диска это нехорошая женщина это . . она сказала мама мои деньги ну что ты сделала как что-то не регистрировал это жизнь для большого не только пример это женщина потом сказал ребята когда я первый раз у своей дочери увидела 10 миллионов вот это вот это вот это разные виды деятельности вот это вот деньги на платят за продажу да вот это вот за объем продаж этих вот эти деньги нам уплачивают отношения людей это совсем другой вид деятельности а какие деньгах речь идет здесь а вот здесь вот вы с вами определились каких деньгах да сколько раз нужно вам по тысяче сколько раз ходите поработайте да а каких деньгах речь идет по этому пункту а вот до каких 2 доллара 18 45 70 100 120 пригласим 10 человек по 120 долларов 1200 20 человек пригласим чем каждый из них работает свое мотерва ли 24 часа так две с половиной до двух с половиной тысяч долларов вот здесь сюда верно а вот здесь какие деньгах речь идет нам предлагает 4 процента от всего объема продаж доцепроцентной группы она не будет доцепроцентно пока не берет 10 тысяч очков продать пять тысяч долларов четыре процента от пяти тысяч долларов сколько 207 200 и округляет 200 верно за каждого человека минимум потому что если у него группа дает 10 тысяч баллов а если 100 тысяч баллов все равно платят 4 процента это две тысячи долларов с одного человека приглашенного а у нас на фирме есть люди которые такие группу же 24 прошу прощения представляете какие деньгах речь идет продажи объем продаж приглашение людей совсем другой вид деятельности совсем другие деньги обучение людей тоже люди которые научились которые умеют команду которые умеют это делать за обучение людей больше платят поставились лидеры пятый пункт а то что наши лидеры стали учителями под ними уже пошли 20 процентной группы за нашу перспективу у нас новые десяти пищники растут помните сказку про витязь который идет по дороге не тыкается на камень на кого написано право пойдешь на лево пойдешь прямо пойдешь ребята вот вам камень выбирайте куда вы пойдете можете заниматься только продажи можете заниматься только приглашением людей можете заняться обучением людей можете заняться проблемой обучать их обучать простите с них учителей лидеров которые могут работать самостоятельно вне зависимости от вашего присутствия они уже умеют под ним уже пошли 20 процентной группы деньги вот здесь вот мне кажется отказал так у меня говорит в четыре раза меньше какие там деньги вот 30 процентов какой-то один процент показывает ребята люди разные попадут вам такие я говорю это будет 4 10 казалось бы в четыре раза меньше казалось бы задумайтесь у каждого такого лидера таких групп вот таких групп может быть до 20 из каждой группы по одному проценту там еще больше деньги заложены красиво чем глубже взрываешься тема больше деньгах идет речь сколько здесь можно зарабатывать сколько вы хотите зарабатывать что тут очень интересная ситуация у меня наш финн я сам в армии служу так что у меня наш финн есть начальник финансовое отделение он когда выслушал всю эту идею он говорит по-другому классно работает надо людей приглашать делать ничего не надо как он приглашает ребята тут делать ничего не надо приглашает как они приглашают ребята только не прошу а дело ничего не надо такая вот сосиска теме человек ничего не делать вот фирма нашла как бороться с такими людьми фирма нашла как бороться с такими людьми она сказала так вот и получил этих от первых денег первых бонусов никаких критерий нет сформировались получите любом чем речь идет о серьезных деньгах тут тысячи долларов да тут бесплатно сколько тут 15 процентов вылезти а сколько у вас там будет 3 процента еще там что-то все это ваше вот требования никаких нет таких вот но для получения вот этих денег а здесь речь уже идет о серьезных деньгах в очень серьезных деньгах фирма говорит нам чистые приглашатели не нужны те месяцы когда вы претендуете вот на эти деньги здесь речь идет о очень серьезных деньгах ваша личная активность должна быть не ниже как одному сколько столу кого-то убью сейчас три раза врачи и новичками разговаривают я просто сегодняшней встречи на сами посвятил разговор с новичками значит дело в том что это бизнес очень интересный вот я пригласил человека вот этого да в этот бизнес и говорю ему дешевле то что сейчас услышал вот интересно одновременности новичка держание есть на то же это вот настоящий новички интерес не поделанно здесь есть смысл попробовать это сделать давайте сразу с вами говорю я просто сегодняшний встреч на сами посвятил разговор с новичками значит дело дело в том что этот бизнес очень интересный вот я пригласил человека вот этого в этот бизнес и говорю ему дешевле суши интересно то что сейчас услышал вот интересно я говорю я не слышал обучка держание есть настоящий новички есть мысль попробовать это сделать давайте сразу с вами договоримся что первая встреча с вашими знакомыми у вас не получится как у нас станет правда ваша задача на первую встречу просто пригласить своих друзей ваша задача в этом бизнесе облегчается до минимума ваша задача просто пригласить своих друзей а я проведу эту встречу дело в том что все люди нормальные все люди умные и это надо естественно воспринимать все вам будут задавать вопросы которые задаст любой нормальный человек а где будем про людей а где буду продавать а где я буду там вы пока не знаете как на эти вопросы отвечать я знаю ваша задача просто пригласить своих друзей и поставить их под меня пусть они на меня высыпают свои вопросы пусть они на меня высыпают свой негатив а я им буду отвечать а вы сидите рядом и смотрите как я это делаю потому что когда вам потом будут сдавать те же самые вопросы потому что люди странно не все задают одни и те же вопросы на самом деле убедитесь что все вопросы одни и те же а где я буду искать людей а где буду продавать а где я буду у меня знакомых нельзя так вот ты просто сиди рядом и смотри как я делаю как я работаю с новичками а я с ними проведу встречу а ты говорю сиди рядом и смотри как я это делаю смотри какую информацию я даю смотри эти вопросы они мне задают потому что они потом те будут задавать те же самые вопросы и смотри как я на отвечаю потому что второй раз услышал такой же вопрос ты вспомнишь как володя отвечал как василия отвечал сиди и учись двое задача на твоих первых шагах в этом бизнесе облегчается до минимума просто пригласить своих знакомых и сидеть рядом и учиться как василий отвечает на эти вопросы какие вопросы вас дают кому-то ситуация выкручивается самых ядовитых мы подсуньте и пусть и посмотреть как он уже со мной живьем я могу рассказывать по теории могу рассказывать много 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 но лучше один раз показать ребят где надо пришлось на знакомых он говорит на нет руках нету вообще нет никого даже не таких трех человек которых пригласил начать учаянике пришли бы в гости уме ну такие есть но это им не интересно вот именно их пригласили именно на них я тебе покажу как я работаю с людьми придумают почему за них решил что это не нужно раздать просто пригласить этого человека потому что им не нужно вот больше очень удивлен подпишет контракт и она будет зарабатывать бизнес больше тебя вот именно их и пригласить именно на них этим как работают с людьми а ты сиди рядом и учись какую информацию даю какие они вопросы мне задают как я на них отвечаю потому что потом когда тебе будут задавать те же вопросы что же будет знать как на них отвечал на себе потому что потом вот этим людям мы скажем ребята интересно то что он слышит есть смысл попробовать есть смысл попробовать давайте сразу с вами договорились что первая встреча с вашими знакомыми у вас не получится как у нас с василием ваша задача просто пригласить своих знакомых а мы с василием проведем встречу а ты говоришь и тоже садитесь рядом и смотри как мы это делаем потому что эта встреча мужем скажем ребята интересно то что есть смысл попробовать есть смысл попробовать давайте сразу с вами договорились что первая встреча с вашими знакомыми у вас не получится так как у нас с Василием ваша задача просто пригласить их а я проведу эту встречу а ты говорю и ты и ты тоже не убегайте на кухню чай ставить ради бога сидите рядом и смотрите как мы это делаем потому что наша задача не их учить тебе что ты могут самостоятельно делать потому что потом мы скажем и сколько раз ты уже слышал раз два три четыре ну попробуй сам ты а я где его здесь в скобочках я там посижу и постараюсь молчать потому что очень тяжело молчать когда при тебе блины петут за это время смотрите обратите внимание за это время этот человек обучается за это время уже получает свою личную команду которую ему уже дает деньги он сможет как это делается он уже получает распечатку с вознаграждениями вот за эту свою команду а ведь это на самом деле работа приглашать людей потому что выясняется что многие люди даже приглашать людей не умеют мы уже еще там на работу работа себе консультируют результаты для этого распечатку не заговору два человека все пригласил за два месяца я говорю слушай танечка как ты приглашаешь я говорю ну вот они идут они как ты их приглашаешь ну я им сказал ребята я там дома кружок собирается марсист вот они все приходят на кружок надо обучать даже как приглашать людей как по телефону говорить как просто поздороваться с человеком даже этого не мы вы пригласили в этот бизнес человека вы ответственны за его результаты первые встречи первые результаты вы должны ему дать сами потому что любой человек поверит в это дело только когда получит свою первую распечатку ребят я вот одну встречу проводил встречу значит я рассказываю про миллионы про десятки миллионов но там организована значит дело сделала слушать слушать ну будет можно я добавлю можно она стала ребята все что он говорит это правда у кого-то сомнение что правда ребята вот моя личная распечатка вот я здесь заработал 157 рублей я еще не про миллионы про десятки миллионов я стоять пятьдесят рублей заработал ребята это правда ребята вот такого человека сейчас можно остановить теперь который поверил в этот бизнес который получил личные свои результаты который знает как это делать и знает что делать чтобы было больше я подумал все мне еще учиться и учиться ребята очень часто люди послушали меня и говорят ну так просто одну слову говорю арифлейн мне ничего не надо рассказывать я уже все знаю я говорю счастливый человек я уже два года в этом бизнесе я еще не все знаю я каждый раз чему-то учусь я каждый раз сталкиваюсь с каким-то я ищу варианты как не в этой ситуации не переспорить человек не переключать потому что наша задача не переключать человека наша задача просто дать ему дополнительную информацию да ты прав да ты прав с точки зрения своего опыта с точки зрения своих знаний и вместе с тем посмотри а вот это а вот это а вот это я же раньше этого не знал вот теперь готов согласиться с точки зрения не победить а убедить вот что достойная слава и другие годы да это время людям проходит обучение значит дело в том что смысл этого бизнеса в повторении наша задача вот этого человека научить все делать этот бизнес так же как делаем мы я все на москву приезжал джим ром это идеолог одной из компаний он сказал так я говорю джим ром идеолог компании здесь в москве маркьюз основатель компании там в лос-анджелесе но он там спит спокойно потому что он знает что здесь в москве я что я здесь все сделаю так как сделаем сам вот наверное смысл с целого маркетинга подготавливать людей которые сделали бы это все так же как сделали бы мы сами даже в наше отсутствие мы ему передаем свои знания мы передаем ему свой опыт пока мы ему передаем это дело мы выращиваем ему организацию из его людей из его материала на его глазах и вот этот человек вот он вот потом мне говорит он говорит знаешь я тебя пять раз слушал говорит знаешь каждый раз говоришь одно и то же я ничего не услышал знаешь вот так как ты говорит и я могу как вы думаете расстроился или горчился попробуй а я здесь рядом сижу в скобочках не волнуйся я здесь рядом если ты получишься я подхвачу если надо я тебе еще 2-3 встречи проведу но у меня к тебе большая просьба научись это делать сам он потом помни как с ним работали начинает точно так же работать со своими людьми те помни как с ними работали начинает точно так же работать со своими людьми все это дело прошло на много-много поколений потому что задача каждого человека в этом бизнесе это пригласить как минимум первых трех человек и создать им глубину три уровня любому человеку это организация даже в 50 поколении я человеку задаю вопрос где твои первые три человека где твои три поколения не когда ты станешь директором а когда люди которых ты пригласил станут директорами потому что ты будешь уже директором автоматически уже более высокого уровня это классный бизнес это бизнес работе с людьми нам платят деньги за то что мы продаем продукты нам платят деньги за то что мы организовываем вот эти вот товарообороты которые интересуют фирму какие методы мы это сделаем лично сумкой на плече или головой так как с два 조명 investors гораздо больше нам платить деньги не то что мы продаем продукты нам платили за вот эти товарообороты которые получает фирмы 30 миллионов 300 миллионов миллиард 700 300 миллиардов выгоднодействантами молодой фирмы как вы считаете вот за эту выгодность ей платят деньги за эту выгодность вам будут платить деньги и поэтому я хочу чтобы деятельность каждого человека кто присутствует в этой комнате переводилась таким же результатам 30 миллионов 300 миллионов миллиард 700 300 миллиарда как вы думаете я расстроюсь или огорчусь если вы сделаете больше наши результаты первым надо присвоить звание потому что мы говорим каждый раз ребят вот кроме этих вот шести пунктов вот еще есть седьмой карьера есть карьеристы сегодня здесь все карьеры девчонки новички есть карьеристы хорошо значит карьера каждому дистрибьютору присылают за результаты его здесь в этот бизнес и звание дистрибьютор это вечер старший дистрибьютор директор золотой сортирую бриллиант Fortunately вполне стереот . еслиולם девчок ставить стайimento это человек первый раз жизни вышел на 10 quizaman из любого изsama некоторые друг из друга вытекает первый раз жизни вышел уже старше figura если человек показал что это не случайно и три месяца подряд или 6 месяцев разбивку продержал это звать этот результат его называют директором и дают достижение 1000 долларов просто достижение то что вы зарабатывать каждый месяц ваш а вот достижение ступеньки 1000 долларов кто хотел ты если нашей организации уже выросла 2 процентов березно процентной группы что нас называют это старый маркетинг был 3 сейчас они его облегчили в сторону улучшения за две группы нас называет золотым ректором когда это такой золотой значок на самом деле золотой а на обороте и шведский коронки пробит и вот с этого уровня с этого начинают международные колески вот в девяностом году люди с этого уровня значит фирма за свой счет за счет фирмы выводила на канары всех людей с уровня выше период проживания питания пятизвездочный отель дворец клеопадры канары неделю то есть ребята вы хорошо поработали хорошо отдохните иметь возможность в девяносто восьмом году здесь форме фирма за свой счет вывозила португальному девяносто девятому сейчас году летом людей с этого уровня фирма будет возить в марокко это всего два человека ваших знакомых всего два человека ваших знакомых выезд на канары португалии у марокко и плюс две тысячи долларов и плюс две тысячи долларов за каждую группу по тысячу кто хотела две тысячи так что-то больше если у нас таких групп 4 здесь было 3 сейчас стало 4 то есть видите там ноль групп две группы четыре группы нас называют сапфиром директором дают такие золотые бомбасики если на мужчине контракту значит ему запонки сбрыли с заколкой женщине цепочка с чем 1000 долларов единовременно за шесть групп называют бриллиантом директором дарит подарочек из колечка с бриллиантом если на мужчине контракта часы в налогичную стоимость шесть тысяч долларов единовременно и вот это уровня фирма начинает два раза в год вывозить на отдых первый раз вместе с золотыми летом а второй раз зимой куда можно зимой везти вот в девяносто восьмом году в январе месяце фирма людей вот с этого уровня и выше вывозила на отдых куда зимой в январе южно-атаканскую республику нас еще вперед проживание питания строить нам показали индийский и атлантический океаны сходится у нас вывозили на сафари нас понимали в 5 утра сажали в открытую эндровер и мы там загонялись за ширафами и слонами что такое бриллиантовый директор всего шесть человек ваших знакомых каждый из которых вы помогли вырастить группу 6 тысяч долларов да кстати как вы думаете принять к настоящему конечно если не шесть тысяч долларов поступление до 9 групп дважды бриллиантовый дважды бриллиантовый 10 тысяч долларов двенадцать групп исполнительный 20 тысяч долларов знаете очень часто когда я размечаю рассказывать эту карьеру лестницу люди говорят ну ничего так далеко заглядывать давай посмотрим что на первой странице сделаем это посоль на вторую страницу сделаем это а там его почему-то плохое настроение началось последним это самое интересное что раз фирма будет по максимуму долгарить за объем продаж за количество подписанных людей оказывается все у нас за количество за количество лидеров за богатых людей она говорит вы сколько интернет групп этих двенадцать да это че все 12 человек моих знакомых да вам не будет знакома гораздо больше дело в том что на самом деле когда по результатам работ в россии наши российских координатора начали цель с брюсселя то из бюсселя там вообще не думаешь у вас россии происходит потому что во всем мире чтобы стать директором нужен год полтора во всем мире чтобы стать золотым директором где уходит до пяти лет чтобы стать исполнительным директором некоторым людям всей жизни хватает потому что на тот момент на 96 год на ступенье исполнительного директора будут всего четыре человека мире почему такой вопрос очень поднялся потому что в россии россии через один из месяцев работы рифлэйма в россии в россии появился первый в россии 5 в мире спалных не берет 5 в мире я в россии за 11 месяцев работы в немалой степени из россии наверно этот результат мы пришли в мае 96 это журнал за апрель 97 11 месяцев это четвертый месяц девяносто седьмого года а вот в июне девяносто седьмого через два месяца внимание степени из россии шведов болит новый план успеха новый план успеха в этой карьерной лестнице они добавляют еще две ступеньки старший исполнитель золотой исполнитель вот в июне 97 они добавляют сюда две ступеньки старший исполнитель золотой исполнитель когда не только ввели на ступеньки старшего исполнительного было всего два человека в мире один из них следующий гость вот ну давайте тут еще остался золотой исполнитель правда причем помните там они дарили там брошки колечки сережки до цепочки здесь тоже написано подарок от фирмы флейн для золотого исполнительного директора и здесь написано однократно наградная выплата в обстанном 1000 долларов 2005 однократно наградная выплата эквивалентная 50 тысяч долларов сша вот есть смысл поработать в таких целей есть смысл поработать будем работать потому что в июне девяносто восьмого года в июне девяносто восьмого по которого только сейчас недавно да в россии появился первый в мире золотой исполнительный директор который получил подарок от фирмы автомобиль volvo с 70 . колечки автомобиль volvo с 70 и чек 50 тысяч долларов вы помните то они рассказали я еще ходу вот много журнала на первую ложку и лицом ухти журнал обидор вискотно стоял тысячи две пятьдесят сто пятьдесят и лицом потому что это еще не все потому что сейчас фирма взвела еще две ступеньки семьдесят пять тысяч долларов 100 тысяч долларов на следующие достижения ребята будем работать вот есть смысл поработать и чутки вы поняли когда я говорю о большой деньгах это большие деньги в любой страны мира это реально вот это реально вот то что мы делаем сегодня с вами мы делаем каждый день и позвольте мне теперь добавить позавчера сегодня только четверг позавчера мы проводили вот такую домашнюю встречу и на ней присутствовал господин магнус брендстрэм господа когда мне люди начинают говорить что у них нету времени у меня это просто вызывает улыбку генеральный директор алиплей на россия нашел два часа времени чтобы приехать и вот это послушать очень была интересная его реакция мы его не представили мы его не представили он все послужил послужил вопросы такие же как вас зовут кто вас пригласил сколько вы хотите зарабатывать мяу 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 ой ну что-то так что за конец когда он уходил у нас было договорю что ему 8 надо уходить он уходил я говорю вам было интересно да как я буду подписывать я буду работать не знаю а максим у нас говорит а под кого ребята колоссальный бизнес но самое интересное что у меня с мужем так постела он говорит боже мой сколько я узнал нового ребята мы это делаем каждый день когда нам говорят вы говорите одно и то же а пианисты а балерны они что ни одно и то же делают они каждый день тренируются 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 потом есть гения потом если который просто любит музыку сколько вы хотите зарабатывать вы меня поняли вы хотите зарабатывать тысячу вы хотите 2 вы хотите 5 вы хотите 100 девчонки это не слова это абсолютно все реально я буду работать очень много почему я говорила и вы знаете может последнее я немножечко позволю себе добавить вовек да я хочу акцентировать ваше внимание запишите пожалуйста вас и ваших людей каждый день приглашает и будут приглашать в различные сетевые компании россии работающую на российском рынке сегодня какие аргументы конкретно пользу компании replay я никогда не спорю с представителем других компаний это некорректно эти это не те методы я всегда нахожу методы я что вы скажете там про ту компанию проект я не знаю я работаю компании реклам поэтому я говорю о компании первое но неважно первое второе вы найдете свои аргументы сколько времени работает компания в которую вас и ваших людей будут приглашать. Это огромный, ребята, плюс или минус, потому что компании, как Грибы, сейчас рождаются на российском рынке. К сожалению, в России лакомый кубсочек. И вы понимаете, если компания работает месяц, год, господа, задумайтесь, пожалуйста, стойте ли вам тратить ваше драгоценное время, приводите туда своих людей. Сможете спокойно потом смотреть глаза. Потому что в любой компании сетевого маркетинга нужно делать одно и то же. Разговаривать с людьми и предлагать продукцию своей компании. Какими качествами должна обладать продукцией? Вы сегодня об этом говорили. Значит, первое. Почему конкретно рисуем? Компании существует 32 года. Первое, второе, потом вытемнение местами. Дальше. Страна. Швеция. Великолепна, стабильная европейская страна. Аргумент, безусловно, извините, не Тайвань. Ну, и грубо. Страна. Дальше. 58 стран. То есть ни в одной стране неизвестно какой, неизвестно что. 58 стран. То есть продукция проверена временем и страной. Продукция. Косметика. То есть никого не надо уговорить, что она донится. Эта косметика или не эта, извините, вы в любом случае будете иметь. Как у меня есть очень капризная клиентка, Ланкома, вращая, нет проблем. Зарабатывайте деньги в Эрифлейме, а пользуйтесь любой косметикой мира. Но кто же вас может заставить контролировать? Это ваше дело. Как я. Я работаю в Эрифлейме, я могу пользоваться любой сетевой компанией, работающей на российском рынке. Понятно, да? По любым ценам. Дальше. Иногда, когда приходишь к тибетским лекарям, они говорят, а вы знаете, наши травы могут вам не помочь. Потому что желательно пользовать теми травами, того климатического пояса, где выверлись и выросли. Швеция. Такая же северная страна, как и Россия. Если вы посмотрите по составу кремов. Томашка, береза, ну и так далее. То есть, качество близко к нам по кроматическим условиям. Дальше. Цены. Какой сегодня курс на рынке? Это сегодня я вас спрашиваю, девочки. Ну, 22, 23, там и неважно они. Курс сегодня буквально востоке поменялся 16,99. То есть, в условиях кризиса компания Reflame настолько стабильна, что она имеет возможность в отдельно взятой стране предоставить свою продукцию, работать. Курсы, низшие курсы Центробанка. Ребята, это огромный плюс. Как я уже говорила, великолепная рекламная поддержка. Это известная компания. Не надо говорить, извините, не в обиду, буду сказать, что это такое, да? Великолепная рекламная поддержка. И, как я считаю, просто королевский аргумент. Компания предоставляет кредит. Своим новичкам я говорю так. Кадр 149 рублей. А кредит компании предоставляет 3200. Так, простите, кто же рискует? Вы, новичок, в такую рвозу еще будете мыться. Или я. Любой из нас, из тех, кто работает, знает, мы ставим на контракте под. И я рекомендую. Я несу ответственность. Не надо вам полмосквы. Несколько активных людей, которым вы доверяете. И, извините, фирма, фирма вам дает кредит. То есть новичок, кто, в общем-то, ничем не рискует. Ну, несколько аргументов, которые мне очень нравятся. На сегодняшний день я не знаю ни одной сетевой компании, которая бы предлагала отпуск в два раза в году. Я просто специально узнавала, все компании в лучшем случае предоставляют один раз. Ребята, я не знаю, если я ошибаюсь, значит, можете меня поправить. Ну, еще сейчас мне просто приходилось в последнее время, довольно часто, общественность с руководством, акции компании Reflame. Очень хорошо котируются на лунновской бирже. То есть насколько компания... Это мои аргументы, ребята, вы можете добавлять свои. И сейчас смотрите на ваше усмотрение. У нас есть еще два блока, которые мы в русском кругу иногда показываем. Это наши личные распечатки за первые три месяца работы. Сейчас Вова подойдет покурить, да? Кстати, вы поняли, почему у нас работает вдвоем, да? Чтобы муж мог покурить, как и сейчас начать. И второе, давайте, пока я звоню, я вам сейчас дам несколько примеров. Очень часто люди вам будут говорить, это не мое. Да? Еще не попробую, они будут говорить, это не мое. Я задаю сейчас этот вопрос вам, а потом вы точно так же можете задавать такой вопрос вашим новичкам. Кто может работать, не важно даже в какой компании, сетевого маркетинга? Дорогие новички, что вы мне скажете? Какие качества? Ну, кто может работать? Какими качествами должен быть для человека? Какие будут результаты? Инициативные, энергичные. Еще, девочки. Не прожелать нам, да прожелать. Уменьши разговаривали с людьми. Еще. Терпение. Терпение. Девочки, вы начали терпение на первый бед. Да, это точно. Еще, что вы скажете? Какие качества у вас? У меня жадность. У меня жадность. У меня жадность. Значит, девочки, правильный ответ. Ой, подготовь мне, пожалуйста, для примеров материал. Ладно, я сейчас типа подойду. Значит, девочки, я считаю, у меня есть все основания говорить. Я вам покажу сегодня несколько примеров. У вас они будут потом свои. Ваши истории, ваши примеры. Работать в сетевой компании может любой, абсолютно любой человек может работать в любой компании сетевого маркетинга. Какие у вас будут результаты, вы здесь уже вступаете. Ваши инициативные, ваши обаяния, ваше время, ваше контактность и так далее. Потому что разговаривать может каждый. Маленький пример. Психологи доказали, что сетевого маркетинга, грубо говоря, люди могут заниматься с 5 лет. Сережа купили машинку, он пришел в детский сад, показал Петя, Петя пришел домой, рассказал папе, если у папы есть деньги, он пошел купить. Вот он сетевой маркетинг. Вы согласны? Какая разница, порошок или машинка? Да, все зависит от того, насколько интересно вы преподнесли этот материал, но и как отреагировала обратно в сторону. Поэтому работает муж любой. Кстати, у меня в организации есть полностью глухонемая веточка. Полностью, ребята, глухонемая веточка. Извините, они даже разговаривать не могут. И я не помню, кто видел у меня в зале этот пример, даже до сих пор, как я по таким впечатлениям, ко мне в зал привели женщину полностью слепую. Естественно, вы видели девочки? Потом я уже подошла и говорю, как-то работает. Я просто первый раз. Она говорит, а мы сидим вместе с дочерью. Я говорит, не злость выучила весь каталог и разговаривала по телефону. Девчонки, достаточно. Кто может работать? Попробуйте мне сказать, что... Как вам достаточно выделить время? Сколько вы на этот бизнес поделите? И ваши желания? Ой, не дай я подойду, как бы не присижу, сижу, сижу. Можно я макет, можно постоять? У меня лучше было нет. Можно? Да, да, да. Если вам покажем несколько примеров, которые могут быть знакомы для вас, те, кто меня уже видел и слышал, я могу вам рассказывать такие примеры каждый день, потому что мы каждый день разговариваем с людьми, я убежу, что потом с ними происходит. Это... Это... Это Михаил Кутианов. Это Михаил Кутианов. Вот такая. А, например, здесь. Вот вы видите, да? Это как у нас есть. Наш золотой директор. Здесь он смокинге. И вот я вам показываю просто жизнь человека, который полностью изменилась, когда он попал в эту компанию. Но прежде чем мужчина делать смокинге, кстати, почему смокинге? На фирме бывают банки. Как нам говорят, господа директора, разрабатывается достаточно. Фирма европейская. Порма бежит смокинг. Я помню, когда на первый банк лет ко мне позвонил, кто-то из наших директоров, Танила Смокингс, какой бабочка? Я говорю, я полез в смокинге, я не носила. Ребята, ну вот, Танилочка Володя 27 лет работала конкуриком, а из-за вас сейчас работает директор. Ребята, эти мне гордятся. Я вам просто показываю. Да? Как вы повлияете на людей, с которыми вы будете общаться? Что вы им скажете, чтобы они вам поверили? Сколько вы вложите времени, сил и поможете? Кстати, добрый совет. Я теперь просто точно инвест. Я не хочу тратить свое драгоценное время и здоровье с людьми, переполненными негативом. Не хочу. Не веришь? Не надо. Поверишь, я тебе всю душу отдам все время. Пожалуйста, не работайте с людьми, которые переполнены негативом. Если вы не очень мощный корабль, эти люди в конце концов вас могут утопить. Мне плохо, мне плохо, кризис, ребенок, муж. Оставьте его в покое. Если он так ко всему плохо относится, как же он вообще может разговаривать с людьми? У меня никогда нет проблем. Даже когда не есть. Это Леночка Кулыгина, сортированный директор. Я очень люблю эту даму. Она часто у нас бывает. Бывала в зале. Как ты ее знаешь, да? Это такие ее, что она писала на инстаграме. Побольше было таких вот видов для сильных дубов инвалидов. Инвалид второй группы. Без права работать. Когда она иногда поднимается на сцену, говорит, я могу не работать. Я справка. Они еще шутят. Первый свой миллион заработал в больнице. Да, первый свой миллион она заработала, лежа в больнице. Я просто с каталогом уходила с девчонками, с палатами. Попала в очень крупную аварию. Инвалид второй группы, с нового. Ребята, действительно, я говорю, что я выхожу на сцену, начинаю очень волноваться, потому что... Красивый ты. Алексей Бирюков. 18 лет. Видят, он здесь в журнале. Покажи, пожалуйста. Значит, пожалуйста, 18-летний мальчик, который приехал из Азербайджана. Беженец. Студент. Это по поводу того, что не важно, сколько вам лет, какая национальность, счет банки. Это не важно. Ему нужны были деньги. И когда ладно, мы с вами взрослые люди вроде ходили, показывали каталог, рассказывали о компании. Но когда он приходил, показывал каталог, ему там, привет, мочевка, укупил однокомнатную квартиру в Митине. Он всегда улыбается, у него всегда поглажены в реке. Мне нравится Олешка. Ребята, это действительно вызывают уважение. Дама, здесь никто сидит поближе, видит, она с костылями, потому что она попала в автомобильную катастрофу. Извините, она не может ходить. Но она может разговаривать. И тут к вам, где начашку чай, если у вас хорошая репутация. Помните, я сначально вас не начала. Кто вас пригласил? Кто вас пригласил? Придете вот в таком случае, начашку чай. Стол может быть очень скромный, его вообще может нести. Какая разница, чтобы будете разговаривать, дать информацию. Обратите внимание, девочки, дорогие мячки. Мы вас не уговаривали в этом, что нет необходимости. Мы вам рассказывали. Я никогда не называю эту встречу презентацией. Это не презентация. Это встреча, это кошечка. Вас здесь очень много, потому что нам здесь нужен все равно какого-то количества людей. Но своим мячкам я рекомендую разговаривать или один на один, или вдвоем идти к мячкам. Даже то, чтобы просто себя уже не чувствовать. Это госпожа, это госпожа Ирина Шишобина. Вот здесь вот Леночка, дочка, вот помните, что сегодня папа рассказал, да? Мне вначале помогала мама, а мне сегодня 17 лет. Сейчас это самый молодой из мире в революционном директе. А вот здесь вот это... Там были ребята. И вдруг так тихонечко для всех, кто даже с женщиной говорит, а мне ему спасибо. А мы позавчера впервые купили мясо за год. Ребята все неослушные. И поверьте мне, пожалуйста, что какие условия благодарности, они даже гораздо приятнее, чем когда... Ребята, это удивительное чувство. И дай бог вам, что-то сходили говорить. Ой, какие-то жалко. Ребята, красивый бизнес. Вы поняли, почему надо работать вдвоем? Очень многим людям. Это мы на Канарах. Вот как разница Борисовна Клеопатна. Если вы посмотрите, шикарно здесь видны эти греческие татуи, белые колонны, кусочек бассейна. Ребята, это совсем другая жизнь. И, вы знаете, я, жена Фицера, я даже мечтать не смела о том, что сейчас случилось. Я сейчас вас немножко подразню. Кстати, мы поедем, парни еще другим. Ребята, вот здесь, вот в стороне зато... Вы просто очень многим, очень многим людям, вот каждый из вас, очень многим людям может дать возможность зарабатывать деньги. Кто-то, кто-то скажет, кто-то к вам подойдет и скажет спасибо, потому что я позавчера первый раз в последние годы мясо купила. К вам подойдут люди и скажут спасибо. Потому что вы каждому человеку можете это устроить. Каждому человеку вы даете инструмент для зарабатывания денег. Каких? Зависит от того, чему вы их научите. По приедению, пиво, а между прочим. Вы должны пиво. Да, вы помните, я ведь когда-то не проверила собственного мужа. Ребята, поэтому дай богу, хвал, терпение, здоровье и высокого профессионализма. Извините, я повторюсь, чтобы много зарабатывать. Вы понимаете, о каких деньгах, да? А для кого-то будет единственным возможностям кусок хлеба принести. А он говорит, что я ему мешаю. Вот, я уже 2 часа говорил, теперь дай мне поговорить, можно? И говорит, я помню, как я входила сначала на сцену, я так трясла, мне так было страшно. Он говорит, ну вот, сначала тебе не загонишь, потом вырежешь. И вот, все-таки хочу вам показать. Это вторая золотая исполнительница, директор Анна Песку. У нее 5 детей. Девчонки, 5 детей. Когда вам будут говорить у меня ребенок, 5 детей. Вот, кстати, маленькая, в марте было 2 года и 4 месяца. Здесь видно фотографии, потом можно посмотреть. А здесь я немножко хулигаю. Муж вам показывал жену, там, где я стою на фоне, машина, написано Арифлейм. А здесь у меня есть фотографии, ну здесь, кто сидит поближе, видит. Мы полетели в Португалию, ребята, здесь на самолете написано Арифлейм. Я говорю, вот тут мне машина, ты мне первый подавил машину с надписью Арифлейм. А вот здесь тут самолет. Я понимаю, что я в Рома, не понимаю, с чем он делает. Ребята, действительно, в самолете, ты видела. На самолете было написано Арифлейм, ой. А в следующем году у нас путешествие на Кариба. Я уверена, что на Португалию. Даже на креслах было написано Арифлейм. Да, вот эти подголовники, знаете, которые вот в самолете, да, ребят, здорово. Девчонки, вот эти информации, вот эти фотографии почти не несут никакой информации. Это внизу просто очень красивый вид. Это слияние индийского и азотических океанов. Ребята, ну, извините мне. Ну, посмотрите, пожалуйста, хоть на фотографии. А здесь наверху, вы знаете, здесь мне просто нечего сказать. Здесь очень красивые виды, те, кто сидят поближе. Эта фотография сделана в прошлом году в Португалии. Здесь настолько чистая вода. Мы вверху. Ребята, действительно, любимое место пират. Здесь видна даже тень под лодочкой. То есть настолько чистая вода. Если бы мне два с половиной года назад сказали, что я в Португалии буду снимать тень под лодочкой, Ребята, я бы точно поеду. Вы знаете, я тут пропускаю, так мне надо. А, вы знаете, вам будет говорить, что есть такое мнение в этой комнате. Не стеснялись, пожалуйста, что у нас нужны такие результаты, потому что мы вовремя пришли. Раньше было. Это труднее наверняка. Сейчас вам скажу. Значит, как я отвечаю на этот вопрос? Не в качестве оправдания. У меня лично, как у дистрибьютора компания, Алифлэн 70-й номер. Я в Португалии буду снимать тень под лодочкой. Ребята, я бы точно поеду. Вы знаете, я тут пропускаю, так мне надо. А, вы знаете, вам будет говорить, что есть такое мнение в этой комнате. Не стеснялись, пожалуйста, что у нас нужны такие результаты, потому что мы вовремя пришли. Раньше было. Это труднее наверняка. Сейчас вам скажу. Значит, как я отвечаю на этот вопрос? Не в качестве оправдания. У меня лично, как у дистрибьютора компания Алифлэн 70-й номер. Где 69, которые пришли раньше на номер? Кстати, у нас было 120 коренных дистрибьюторов, да? Но было, ребята, очень трудно, потому что не было ничего. Не было ни денег, ни результатов, ни бриллиантов, ни фотографий, ни машины, ни опыта. У любого сидящего здесь есть то, чего нас с мужем никогда не было и не будет. Спонсор. А у вас, ребята? Шикарные спонсоры. Ребята, у вас шикарные спонсоры. Я... Ребята, хороший бизнес. Я тут, когда он выйдет, я за его спиной все. Ребята, ребята, Вася на самом деле перец. Сережка перец. Вот тут. Андрей, тоже не я. Ребята, шикарный бизнес и помощь спонсоров очень необходима. Я показываю вам фотографию женщины, которая пришла в июне этого года. Многие ее здесь слышат, знают ее историю. Это Ольга Мерехина. Врач, которая при нашей ненормальной действительности открыла свое предприятие, стала делать игрушки для Барби, обувь, там, туфельки, там, санки, там, вернула всякую. Ольга Мерехина. Вот здесь на фотографии очень хорошо видно. Да, в сентябре, в сентябре, в семнадцатом начался кризис. В сентябре она закрыла директора. Четверо детей. Ребята, все комментарии излишни. Да? В России в сентябре закрыть директора, да, она из Екатеринбурга, она не верила. Ну, у нас есть ее распечатки за первые три месяца. Вот у нас есть мои распечатки, может быть, муж вам покажет, и ее распечатки. Как они похожи, не важно, сколько летей, не важно, сколько денег, сама тенденция. И вот это красивый бизнес, очень человечный бизнес. Я говорю, когда-то мы с мужем хотели создать школу добрых лидеров. Вы знаете, есть школа в Гербалайфе, великолепная школа, есть школа в Центре, есть школа в Мари-Кей. Он говорит, а школы в Бари-Флейме нет. Никто нам ее не сделал. До сих пор мы ее делаем сами, пытаемся с вашей помощью. И он говорит, я хочу создать школу добрых лидеров. Я говорю, Ловка, вообще-то доброта и бизнес такие, соседние, спонсорные. И вы знаете, в прошлом году Людмила Кладовщина, может быть, это ее знает, она говорит, Танила говорит, твоих всегда можно узнать. Они всегда улыбаются, они друг другу помогают, они здоровы будут, ставят в очередь. Чего-то там такое. Я говорю, Ловка, ясно. Твоих всегда можно узнать, они всегда улыбаются. Здорово, ребята, да? Вот таким путем через два года мы получили. А, да-да-да-да. Здесь тоже очень интересная фотография. Тот, кто сидит поближе, можете посмотреть. Эта фотография сделана 26 сентября. Вот во время кризиса посмотрите, какие довольные рожи. Все кучи я мою. Ребята, у нас была учеба, где мы сначала тык-тык-тык-тык-тык, а потом шампус даже немножко. Ребята, да? Просто посмотрите на лица этих людей. Ребята, никак не скажут, что здесь кризис. Но здесь стоит число. 26 сентября, а потом попозже. Но здесь, ребята, здесь фотография тоже, ну только я могу такую фотографию. Здесь сделана фотография на водопаде, вот теперь уже пару дней назад. И здесь радугу в водопаде. Мы поймали радугу. Вы видите, ребята, радуга в водопаде. Ребята, ну, вот посмотрите, видно, 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 даже отсюда видно, да? А, даже отсюда видно, да? Конечно. Ребята, радуга в водопаде. Видите, вот эти фотографии, они мне просто стили по лодочке. Радуга, да, грузили. Ребята, там было 40-35 плюс. Мы приехали сюда, попали под минус 28. Так что, чтобы работать в компании Алифлэн, здоровье вам надо. Ой, а сколько пить, а сколько есть. И манеры должны быть очень хорошие. Вы знаете, иногда, когда сидишь за столом, а у нас там были такие морские рестораны, и там, Танька, какой нож, черт его знает, посмотри на магнус. И ребята. Ребята, я не использую. Ребята, то есть английский и манеры хорошие. Это здесь в Африке. Ребята, я не знаю, что вам еще показать. Ну, видите, я уже ничего не буду показывать. Ребята, давайте, вы знаете, чем подразим? Вот представьте на секунду. Ну, порт, я не поверила, собственно, мужу, да? Когда я пришла в эту компанию, первый раз мы поехали на Канарах. У меня обыкновенная квартира. Пока. Кажется, скромнее, чем у Василия. Пока. Ребята, я захожу в свой номер. В номере Василия с подопадом. Все, понимаете, все, чтобы я про Канара потом не говорила, дворец Клеопатр, говорите об этом бесполезно. Я всегда привожу пример одной дамы, она большая крылощица. Впервые в жизни, ей уже достаточно много лет, впервые в жизни выехала за границу. И вот когда мы вернулись в Россию, и там все говорят, ну как, ну как, ну как? И вот она так волновалась, и она вот так не стала, как вот это вот все рассказать, вот эту красоту. Мы жили, мы там, как мочевцы. Это все, это все. Вот, ребята, вот, знаете, ребята, ну, убили. Вы знаете, вот это трудно, вот, вот, трудно что-то сказать, вот настолько переполняет эмоции. И сейчас, наверное, ребят, чтобы вас долго не мучили, буквально последний пример. Ребята, последний пример – это Алла Ганченко. Ребята, она из Чечни. Ну, ребята, все вы русские, вы прекрасно понимаете, что это Чечня, да? Она просто вот схватила ребенка и мужа. Кстати, они уже были обеспечены. Мужа занималась донсистом, занималась золотом, паркором, да? Все, схватили, живо, ребенка в России. И начали в прямом смысле слова с нуля. А тоже вроде как уже чуть побольше 20. И вот они купили шикарную двухровневую квартиру. Здесь, в Москве, с нуля, в незнакомых, в городе. И где искать знакомых? Извините, жизнь доставить найдете. Заговорите. Слова все выучить, а этому научиться можно. Я ничего не научила. Ребята, ну согласна, да? Этому можно научиться? Ничего страшного. Вы когда-то не умели не ходить, не писать, не разговаривать. Последний очень дорогой для меня пример. Я их могу десятками рассказывать. На этой фотографии Гали Воронина. Те, кто ее знают, знают. Те, кто не знают, поверьте тем, кто ее видел. Она здесь держит чек на 10 тысяч долларов. В тот вечер она получила чек на 18 тысяч долларов. Там за достижение ступеньки золотой, сортирует, глянт и так далее. Я очень люблю рассказать эту историю этой женщины, потому что эта история где-то была на моих глазах. В 91-х годах Гали по профессии инженер. В 91-м году, когда она, знаете, по Советски Союзу Россия, мы вдруг все оказались в другой стране. Помните, я вначале спрашивала, где вы хотите работать, сколько вы хотите зарабатывать. А так у нее случилось, что маленькие дети, еще какие-то проблемы. И она пошла в Шереметьево 2-м и спала их. И когда мы летели на Канаре, еще как я видела ее глаза. Никогда она об этом раньше не рассказывала. Что-то рассказывать, не то, чем господицы. Она говорит, думала ли я, думала ли я год назад, что по этим самым полам, но уже не в качестве уборщицы. Мы просили на Канаре. И сейчас, когда мы стояли с ней на сцене, и мне подарили машину, а ей часы с 18 бриллиантами, как исполнительному директору России, очень трудно, что-то сказать. Здесь, сейчас. И таких историй я действительно могу говорить очень-очень много. Поэтому я всегда очень нервничаю и волнуюсь, когда поднимаюсь на сцену, потому что в ваших руках, так же, наверное, как в моих сегодня, зависит шесть тех людей, судьба, которых вы приглашаете. И может быть маленькие, так уже ничего я вам не буду показывать, у меня просто этого примера нет. Однажды, когда мы были в зале в одном, в зал пришла женщина с четырехмесячным грудным ребенком на руках. Она подошла ко мне и говорит, «Можно прослушать?» «Ну, ребят, до свидания, это не естественно, пожалуйста, приходите». Все так посмотрели, я чувствую, все так, знаете, как-то немножко взаимно. То есть настолько нужны были деньги, настолько было хреново, извините, даже ребенка не с кем было оставить. Но она сидит два-три часа, и тут не каждый взрослый выдержит, да, жарко, душно, август, месяц. Ну, теперь ребенок проснулся, заплакал. Она так прям грудь достала, вкормила его, опять сидит и пишет. Вот все все были в зале. Ребят, я ничего не буду комментировать. Кто может работать? Любовь. Как? Господа, это зависит от вас. Кто вы? Что вы хотите? Для себя, для детей, для людей? Как сказал один из директоров, что у вас ставят дети в нищету, делать ничего не нужно. Сейчас, во время кризиса, я не пойду на телевидение, хотя мне есть что сказать. Все, что скажу это вам. А вот что вы вынесете из этой встречи, что вы скажете вашим знакомым, не знаю, вам будет трудно. У вас пока нет ни бриллиантов, ни журналов. Это не важно. И здесь вы видите, введены две новые ступеньки. Сколько вы хотите зарабатывать? Тысячу? Две? Пятьдесят? Сто? Ребята, это абсолютно реально. Я перед вами здесь, сейчас, в России. И Москва для меня чужой город. Я лежанка. У меня хороший муж. Хорошая компания. Хорошая. Девочки, есть ли у вас вопросы? Дорогие новички, хватит писать, давайте поговорим. Конечно. Значит, вы поняли, куда мы вас приглашаем. Мы вас приглашаем в бизнес. И вы знаете, я говорю, я приглашаю не в Арифлейм, я приглашаю в свою команду, потому что я вас буду учить. И еще раз говорю, не тащите негативно настроенных людей. Вы поймите, вам придется тратить ваше личное время, ваше здоровье, для того, чтобы, ваше знание, для того, чтобы вам помогать. Какие вопросы? Сереж, какие вопросы? Очень много будет сейчас. Так, это к мужу. Много будет. Это к мужу. Девятки, какие вопросы? Рада хорошая компания, да? Конечно. Ребята, и еще... Ой, вы знаете, дай мне эту газету. Девочки, я говорю, что информация очень много. Я хочу вам показать сейчас газету. Эту газету буквально позавчера. Эта газета будет иметь огромную популярность в России и в Москве, хотя вышел только второй новость. Полностью тираж разошелся. Ребята, ее можно будет приобрести. Вы просто посмотрите, что она существует. В данном случае я вам показываю в этой газете два... Вот она, хорошая новость на февраль месяц. Ой, запомнила. Серьезно? Да, что что? Ну, во-первых, есть адрес, потом сможете. Значит, посмотрите. Ребята, я дала... А где купить-то? Здесь есть адрес, потом можно будет приобрести, да? Ребята, Василий, потом возьмем. Значит, я дала не интервью, я дала маленькую заметочку. Это просто прорихло. Чуть-чуть-чуть. Я не стала никаких титулов, ни статус, ничего указать. Посмотрите на количество компаний, работающих. Это не все. Посмотрите. Цептор, Гербалайф, Визион, Мэйликей. Ребята, я акцентирую ваше внимание, что сейчас в условиях кризиса в России работают компанией с такой дорогой продукцией, поверьте мне, там не 12 или... Ну, не хочу сейчас это называть, вы знаете, это на репейт. Они работают сейчас здесь в России. Попробуйте мне сказать, здесь как людей, что это сложно. У вас первый номер? Ну, у вас первый номер, и сейчас, я думаю, что в следующем... Не знаю, когда... Значит, следите за этой газетой, потому что Мазус будет здесь давать... Не знаю, в каком плане он будет давать здесь материал, но я думаю, что нам это тоже нужно. Здесь очень интересная газета, можно давать информацию, вплоть до... Посмотрите, что здесь есть, ребята. Здесь можно давать даже рекламу. О, да? Реклама... Просто приглашается... Очень интересная... Каждая реклама совершенно-совершенно-совершенно своя. Ребята, вы можете приглашать к себе в бизнес. Что вы скажете, чтобы вам было интересно? Ребята, знаете просто, что такая газета существует, уже весь тираж разошелся, любой человек может здесь дать, если вы официально лицо включили. Да ну как, это дистрибутер компании, все, лицо официально. То есть как вы воспользуетесь эта газета? Здесь, в данном случае, Миралек, здесь Визион. Почему посунула Мавли? Помните, как Мавли? Он заслал меня один минутчиком. Я говорила, что здесь Миралек, здесь? Витамон, все, что угодно, да? То есть на второй страничке здесь есть адрес телефонов в Москве. Они находятся в доме Зайцем, там они снимают или там. То есть их найти в ход, телефон... Ребята, потом перепишите, здесь можно давать любую информацию. Очень-очень интересно. Газета пользуется бешеным спросом, весь пират уже разошелся. Витамон, что я еще сам сейчас посмотрел, потому что я еще не рассказал. Ну, можно добавить? Вы терпите немножко еще. Я просто пить чай, вы можете послушать? Давайте переверните. Не надо. Не надо. Девочка, дай нам, посмотри. После нее здесь нет. 11, 00. Редакция? Редакция? Хорошие новости газета. Посмотрим, что у тебя еще? 11, 00. Дело в том, что каждая встреча, она неповторима, она не похожа двух на другу, потому что на каждой встрече разные люди попадаются. Одних интересует вот эти вот проблемы, когда они вот это послушают, они говорят, он говорит, дальше не надо рассказывать, чего время тянем, офис закрывается, люди расходят, пойдем. Знаете, я в принципе считаю, я по большому счету считаю, что вот это вот, это наверное основное в этой деятельности. Помните, я сказал, я хочу, чтобы вы три дня потом заснуть помогли. Когда я понял первый раз смысл этого бизнеса, когда здесь представил, что здесь можно творить, когда я потом три дня заснуть не мог, вот я хочу, чтобы новички после сегодняшней встречи три дня заснуть не могли, чтобы они представили, что здесь можно творить. Значит, я просто вот начал, я не знаю, когда я сбился, помните, я сказал, что вот здесь вот никаких условий нету, а у них есть условия. А я не назвал какие условия? А мне это не назвал. Не назвал, да? А как я это, укусство, я забыл. Дело в том, что они говорят, ребята, если вы серьезно занимаетесь сильными бизнесами и речь уже идет о серьезных деньгах, то вы, значит, приглашатели чисто не нужны. Значит, если вы претендуете на эти деньги, ваша личная активность вот в этом месяце, помните, как они начали бороться с людьми, которые ничего не делают, просто людей приглашают. Вот с тем, если вы претендуете вот на эти деньги ваш личный активность должна быть не ниже какой-нибудь такой суммы. Сто долларов. Сто долларов. Слично. Сто долларов. Согласитесь? Согласитесь? Ребята, согласитесь, согласитесь, что сто долларов это далеко не продажа. Правда? Значит, дело в том, что вы тоже с Томилой например, на этапе задумались почему сто? Почему не пятьсот? Почему не тысяча? Ведь казалось бы, выгодят всех этих людей заставить покупать по тысяче долларов. Там еще и за серьезных деньгах. Но даже если получаешь из пятьдесят тысяч долларов, сто тысяч долларов, все равно твоя личная активность даже не ниже ста. Почему сто? Надюш, почему сто? Казету почитаете еще, девчонки? Почему сто? Почему не пятьсот? Хорошо, почему не пятьдесят? Почему сто? А там же... Чехолин. А там какой-то есть? Чехолин. А блин, а блин, а блин. Но почему раз двухсот начинается? Почему сто? Вот когда мы задались этим вопросом, это очень важный вопрос. Бонус. Бонус. Мы очень серьезно задумались на определенном этапе. И вот когда мы получили ответ на этот вопрос, у нас изменился вообще весь смысл нашей деятельности в речении. Потому что оказалось, что сто долларов это среднемесячные закупки серии европейской семьи на свои личные нужды. Этот бизнес изначально задумывался, изначально задумывался, как бизнес для потребителей. Помните сто-долларовый бизнес? Сто-долларовый бизнес. Кристально чистое воплощение идеи сетевого маркетинга. Люди сами пользуются. Приглашают своих друзей, чтобы те приглашали своих друзей. Кристально чистое воплощение идеи сетевого маркетинга. А если вы будете что-то дополнительно продавать, мы за это будем дополнительно доплачивать. Потому что вот это тоже серьезные деньги. Зачем вам рассказывать? Это наш дополнительный заработок. Но идеи этого бизнеса люди сами пользуются, приглашают свои друзей, чтобы те приглашали своих друзей пользоваться. изначально он долларовый бизнес кристально число башен конечно они там получают две три тысячи баксов в месяц могут и позволить 100 из них тратить на космическом у нас какие зарплаты здесь навряд ли я как раз спрашиваю каждый раз спрашиваю людей которые стараются ребята а почему все мы все мы почему все они не пользуются всем ассортиментом этой продукции на 100 долларов в месяц она не нравится они не хотят а может очень другая если бы у нас было две-три тысячи долларов в месяц мы тратили бы из них денег это давайте мы с вами здесь вот научимся зарабатывать деньги и потом на эти же деньги заработаны здесь мы будем сами пользоваться приглашать свои друзей пользоваться что они приглашали своих друзей пользоваться потому что нам 100 долларов личной активности ставит условия когда мы уже претендуем минимум на 200 не считая вот этих вот пунктов здесь две с половиной здесь тысячи здесь сколько вам надо на эти же деньги которые мы вот здесь вот заработали будем сами пользоваться и начать своих друзей пользоваться чтобы они тоже зарабатывали причем знаете привет значит когда мы задаем всем вопросом серьезным то выяснилось что личные закупки средневропейской семьи на свои нужды составляют даже сумму не 100 долларов а 200 то есть фирма реклэй нас даже не составляет пользоваться одной косметикой фирмы реклэй на 100 долларов ребята посмотрите что он здесь нравится а на оставшиеся 100 покупать пожар слонком и вращаем и речи уходить все пожалуйста причем на 100 долларов нам ставят условия фирма когда мы себе минимум на 200 на 100 долларов мы сами для себя когда покупаем эту продукцию нам она вообще обходится за полцены 30 процентов мы сразу не платим еще 20 процентов нам возвращают представляет какая красивая картина пользуется приглашаем своих друзей тоже начали зарабатывать деньги ребята каждый из вас может очень многих людей трудно устроить дать им в руки инструменты зарабатывания денег каких какой вы ему научите какой поможете вот он сразу сюда может 30 процентов зарабатывать немедленно в момент выполнения работы по результатам месяца чему вы научите на что вы его подвинете чем вы его зажжете потому что на самом деле в этом бизнесе включается интересные вещи человек приглашается вот 12 человек смотрим распечатки вот не получается они не работают и не будут работать потому что не умеет они это я же им все рассказал я говорю вот видишь по распечатку у тебя 12 человек разрешено а у них лишь распечатки ни одного не умеет они этого делать куда что делать а ты им покажи на их знакомых на их глазах из их материала чтобы каждый из них научился пригласить по 12 человек ты умеешь это лишь у тебя 12 человек научили их этому 12 человек по 12 человек счета получится ты очень удивишься своим результатом но они посмотрят как ты их учил и буду точно так же учить своих привезти мало пригласить надо каждого из них пошел процесс обучения причем смотрю как интереснее вот первый месяц на 100 долларов покупаем где-то вот так на второй месяц где-то вот так на третий месяц где-то вот так на четвертый месяц только что нам пора покупать то что покупали первые месяцы уже все кончилось процесс бесконечный мы будем пользоваться этой косметики приглашать свои друзья пользоваться этой косметикой чтобы не приглашали свои друзья пользоваться этой косметикой за это еще будут деньги платить причем вот здесь вот среди этого ассортимента нету излишеств здесь все предназначено для нормально стабилизованных людей все заканчивается и все это в огромном ассортименте все это красиво все это нужны людям все это стук доступным ценам на сегодняшний день курс на улице фирма установила внутренний курс 1699 1699 ведь почему это сделала вы думаете фирме это выгодно почему она сделала 1699 они могли бы работать в реальном масштабе цен почему они это сделали ребята фирма прекрасно давит себе отчет что цены курс вырос а зарплата не увеличится они сейчас делают все чтобы сделать нашу продукцию более комгресс способны они урезали все свои расходы было пять сервисов центров не отказались от аренды ставить все в одну не урезали максимально свои расходы не было огромная программа час развития по россии они сейчас есть пока сконсервировали на это тяжелое время не часы они делают все чтобы сделать цену конкурентоспособнее чтобы облегчить нам контакт с клиентом чтобы мы зарабатывали не сейчас боятся нас потерять сейчас делают все чтобы наши цены были конкурентоспособными сейчас работают практически без прибыли и они пошли сознательно потому что девушеком году в болгарии тоже был кризис там рухнула местная валюта влево арифлэйм пошел на фиксированные цены он не стал слежать это все колебания там сегодняшние 200 долларов пошли на фиксированные цены когда ситуация в болгарии стабилизировалась то выяснилось что в болгарии кроме рифлэйма больше нет и его шоу моряка и шоу осталось только один флейм вот они сейчас пошли на такой же смен в россии сейчас эти цены не потому что фирме это выгодно сейчас практически весь мир арифлэйм 58 стран помогают россии чтобы фирма здесь устояла чтобы фирма здесь осталась когда ситуация спроси стабилизируется они будут работать в реальности вот сейчас по этим ценам которые сейчас фирма делает это практически единственные из компаний зарубежных качественных которые держат такие курсы такой курс цен вот чечек сейчас по этим ценам делать людям заказы это просто делать им подарки потому что я сейчас я посмотрю сколько компания в ряде стоит угодил вставлять помада кажется просто так вот я говорю звонком и в рожарах сейчас по этим ценам делать предлагать или продукцию просто делать им подарки а сейчас день валентина в воскресенье а сейчас 8 марта сейчас до 3 февраля а люди ищут что подарить и самое интересное знаете что что они сказали мы работаем продолжаем работать все равно любых условиях работ кризис не кризис война мы все равно будем работать что деньги нужны и знаешь на сделать вот сейчас общаемся с новыми людьми и вот очень интересная ситуация многие люди скажу сейчас общаемся и чьи-то брошенные клиенты у нас были свои постоянно приносили эту косметику но я не знаю что случилось их почему-то нету мы ищем у кого купить где купить а куда делись ваши дистрибьюторы наши дистрибьюторы за них решили что это им дорого и сейчас народу перед ним валентина перед вас 3 февраля 3 8 марта мечется и где где ваши дистрибьюторы блин они готовы купить они это самое но их не дистрибьюторы почему-то решили что их для них это дорого они за них решили а сейчас вот праздники да знаете сколько букет цветов стоит я вообще обалдевает тюльпанчик 1 3 представляете а вот купить это самое сейчас вот подарки мы дарим дарим будем дарить всегда будем дарить правда то сейчас купить холодильник купить телевизор купить мебель это это проблема на машина а вот купить помаду а люди всегда хотят праздник туалетная вода пена для ванны еще что-то 400 позиций ребята врачом тут есть еще выбрать четверо сказать там пока готовится чай для нас еще один успех ребят здесь на сайте за сучи интересный вот о чем мы с вами сейчас мы говорим это всего 10 процентов какая-то альтернатива всегда это всего 10 процентов одного чем есть мы поговорим о словах и поэтому женщина приходят в компании команды людей единомышленных а кстати ребята еще значит одна вещь еще лишь только чтобы занимать дело в том что я сейчас не надо разговаривать не меня на пендах мужчины он другой компании именно организацию все вот это начались ловиться на часть подвески себе чем бы заняться чем на предприятие быть чем бы заняться и выросла сюда мы вытворили ты прямо еще дело начинать сейчас все дело с нуля в одиночку уровне дистрибьютор спасибо послушаем я вот смогу начинать с нуля в одиночку занимает уже определенную уровень статус там я не смогу я могу за эту фразу сказать а кто вам сказал что вы будете в одиночку это делать я буду вместе с вами работать на первых ваших знакомых пока вас не будет достойного результата я буду работать ваша задача отличаясь на первых этапах до минимума просто приглашать людей а я буду работать с вашими людьми знаете чувство что он не один а так что я все это рассказывал блин у него все равно осталось отношение впечатление что он в одиночку здесь будет бороться ребята новички здесь не в одиночку будете ваши спонсоры будут вместе с вами работать на первых шагах пока вы этим не научитесь пока у вас не будут различные результаты достойны того чтобы показать качество я зарабатываю столько сейчас вы только начинаете этот бизнес вас на самом деле знакомых прошла ты сам то чего сделал сначала допейся сама потом начать вместе это самое вы ко мне придешь я посмотрю а там посмотрим значит надо им сказать так что да я только начал бизнес я только начал серьезно заниматься этим бизнесом но я работаю команде вот людьми которые сделали вот это и они сейчас работаем вместе ними я у них обучаюсь я прохожу них курс обучения я тебя приглашаю вместе со мной начинать этот бизнес вот с такими руководителями мы учимся будем учиться у них учиться у них на кухне чаще я пошел сливки сниму на работу сбился немножко потому что на самом деле когда я приглашаю когда я приглашаю я каждый раз говорю я сейчас с тобой из твоей команды он один всего нас из твоей команды буду проводить целый цикл обучающих занятий я тебя приглашаю в этот бизнес я ответственность за свои результаты сейчас я для тебя и твоей команды которые еще нету проводить целый цикл обучающих занятий ты сам это не сможешь одиночку давай чтобы сразу говоришь ты не получится как у меня поэтому не надо это пробовать не надо экспериментировать если уже наработанные варианты это значит просто приглашать людей а я буду работать а ты сиди рядом и смотри я приглашаю человека я говорю сейчас будут проводиться цикл обучающих занятий все равно так что вы не один добивайте чего ты добил ребята каждый из вас здесь не в одиночку будет хорошо когда я вот своему лидеру там сказал такую вещь я подумал а почему я такую вещь не говорю новичкам почему я им не говорю что они не будут здесь в одиночку биться почему я им не говорю что они могут рассчитывать на мою помощь но опять таки понимаете в этой ситуации появятся люди которые будут вам говорить ладно хорошо я заинтересовался я значит все понял значит я сейчас обзвоню всех своих друзей значит когда будет мы с ним решим я тебе позвоню выгоняю возможно такая ситуация возможно такая ситуация каждый раз я им говорю не когда ты мне позволишь а когда я найду время потому что я очень занятой человек поэтому я для тебя сейчас я пригласил в этот бизнес и чувствую за себя ответственность это я могу выделить я каждый раз ему представляю возможность выбора каждый раз выставляю возможность выбора понедельник коллекторный Но я делаю ему выбор без выбора. Потому что он не стоит перед задачей приглашать или не приглашать. Собирать не собирать же. Он думает, когда приглашать. В понедельник или вторник. Чем будем водку запивать? Пепси или фанта? Вопрос в том, что водку в Питере уже не стоит. Когда? В понедельник или вторник. Я ему всегда когда предоставлю возможность выбора? В общем, ребята, в этом бизнесе учиться и учиться. Меняться и меняться. Нам, в первую очередь. Кому-то в стеку. Вот сбила у Володи все. А я думала о другой. Внимание этого вопроса. Это можно сделать. Когда я, друг, в свою руку рассказывал смысл, я рассказал вообще про чистящие прошки. Вон! А мне там что-то обещали вернуть. Вот на этой вот фразе. Внимание, смысл сквозь маркетингов. Я вам доказываю, что он работает даже в присутствии. Чем дети немедленные. Сколько? Столько вы хотите. Приглашаем на работу. Приглашаем деньги зарабатывать. Если как-то серьезно достается, результат вас удивляет. Очень удивляет. Мы рассказываем, какие в деньгах вещи идут. Рассказываем, как они не включают деньги с работы приглашенных людей, потому что они об этом не смеют. Это был именно каталог, в чужой лайки. На самом деле, то ли, от конверсии приносили будут, то ли надо с топором бегать за каждым. Мы рассказываем про смысл 100 долларов. Как это делаем, мы слышали, да? 100, когда уже прикинули минимум на 200. 100, когда уже... Там вообще это полцена, наверное, остается. 100. Это наше будущее. Это наша перспектива. Ну а что, пока у нас в этой организации нет, что зарабатывать не надо? Да, это вот. Значит, можно добавить? Либо-то, есть такая мысль, постарайтесь я тоже взять себе на нарушение, что работа в залах – это поддержание настроения вашей организации. В залах не выращиваются лидеры, а лидеры выращиваются только индивидуально. Постарайтесь настолько подружиться с человеком, чтобы он вам по возможности открыл душу, что он в жизни хочет. Дальше в зависимости, что он хочет, вы видите, это будущее золотой директора, бриллиантов или исполнитель. Понятно, да? Ваша задача – подружиться с человеком, чтобы он вам открылся. Потому что лидер – это штучная работа. Вам выгоднее одного человека научить все это делать. Вырастите одного исполнителя. И он будет потом. Его руками вы будете делать свой бизнес. Его руками. Вас уже рядом нет, а он уже работает. Вы вырастили всего одного человека. Знаешь, как мне один парень сказал, если меня, говорит, не хватает, моих рук не хватает на то, чтобы оказаться одновременно в ста местах, то я бегаю, что меня. Что меня. Когда я в этом Самбурске начал там демонстрировать, какой я крутой весь из Москвы приехал, говорю, там, с этой попали, девушка, интересно ли, интересно ли, интересно. Алексей говорит, подойди, возьми телефон, дай свой телефон, и говорит, обязательно возьми ее телефон. Потому что, говорит, бизнес должен быть управляемым. Ты должен активность проявлять. Не дождаться, пока она типа позвонит, а сам позвонишь. Он мне взял, все поменялся, телефон свой, давай ее взял. Потом, когда он подходит, говорит, он говорит, больше так делать не надо. Я приехал в Москву, там, пальцем веером. Зубно на пол. Он говорит, так делать не надо. Что такое? Он говорит, дело в том, что я в свою организацию прививаю принцип это бизнес по блату. Мне говорит, слишком много друзей, знакомых, которых я должен сделать богатым. Мне не хватает времени, чтобы так у всех подряд. Мы типа изначально взял верный принцип. Мне нужно их сделать богатыми. У меня нет времени на всех. То, что Танила говорила, что не тратить время на негатив, на самом деле, в большом времени написана такая фраза. Займаться психологией очень приятно для сердца. Менять мировоззрение людей. Но очень накладно для кошелька. Потому что очень много людей вокруг вас, которые просят вашей помощи. Которым нужна ваша помощь. А вы, например, сидите и одного уговариваете. Мы никого не уговариваем. Мы знали, что никого не уговариваем. На самом деле, на этом бизнесе каждый человек проходит несколько этапов. Вначале мы уговариваем людей. Приходи, попробуй, посмотри. На втором этапе мы уже предлагаем. Мы уже знаем, что мы здесь. Ребята, у вас есть возможность. Мы тоже здесь. На третьем этапе мы выбираем. С кем мы бороться? Правильно? Ребята, кто на каком остальном будет? Не прикинули. Сделайте. Потому что дело в том, что на самом деле у каждого из вас вы предоставляете возможность людям зарабатывать. вы даете им инструмент для зарабатывания денег. У вас есть, что им предложить. Вот каталог, вот фирма. Вперед. Действуй, зарабатывай деньги. Если хочешь, я тебе помогу, научу смысл этого бизнеса. Я тебе помогу зарабатывать много. Сколько, сколько ты хочешь. Ребята, пока муж думает, я вам посоветую ставить программу вашим новичкам. Как я это делаю со своими. Программу на полгода. Был такой английский дипломат, Честер Кирпид. Он сказал своему страну, если ты до 18 лет будешь делать все, что я тебе скажу, то после 18 я буду делать все, что ты скажешь. Понятно, да? На полгода. Программа на день, на неделю, на месяц. Извините, у кого из вас есть программа? Что вы делаете сегодня, завтра, в следующую пятницу, через месяц? Ребята, извините, таких, вы ждете больших результатов. Вы элементарно разбрасываетесь временем. Вы никакие. Два разговора в день. Не важно, чем они закончатся. Ну, попробуйте. Месяц один. Два разговора в день. Да вы через месяц просто в совершенстве надеетесь этим материалом. У вас от зубов будет заскальз. Правильно? У вас появится легкость. Легкость подачи материала. Отсюда уверенность. И вам не важно, чем ваш разговор закончится? Ребята, да? Хотя бы два разговора. Хотя бы. Может день, может день. Делал дождь один раз, сделал наряд. Я просто рассказывал уже этот случай. Сделал наряд. Со мной рядом подполковник помощник будет. Да? Тоже подполковник. Вот. И, значит, это самое. Я говорю, пока в рабочей не был, там народ ходил. Мы там работу делали. А потом, когда все разошлись, я ему говорю, сейчас я тебе прорисуем, расскажу. Он говорит, а мне неинтересно прорисовать. Я говорю, а мне неинтересно, что тебе неинтересно. Мне потренироваться надо. А чтоб тебе было интересно, я говорю, строительные изъяны в моем рассказе. Он говорит, это завтра? Я говорю, это пирамиды, по три штуки за завтраком. Сейчас я тебе порошок позавлю. Я говорю, давай. Я ему начал рассказывать. Вначале он так, с мешками. Потом, смотрим, он серьезнее стал. Потом начал охотиться сдавать. не видно, он так заварился. Он говорит, здорово, классно мне нравится, где я работаю. Ну, ты знаешь, я же тебе ничего не обещал. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, знаешь, ты не говорил, что я по тебе подпишу? Я говорю, нет, не говорил. Так вот, я решил, как я там на Калужской, парень тоже варьерплейме работает. Я, пожалуй, к нему подпишусь. Я, дом, думаю, нифига себе. Бегов, работу сделал. Подмешку Хазова, кстати, он хотел. Потом я вам сказал такую фразу. Ты знаешь, говорю, мне-то на самом деле все равно. Одним человеком больше, одним человеком меньше, для меня не играет. А вот для тебя, очень большую роль окажет. Кто будет твоим спонсором? Чего ты научишь дать парень за стенку? Собирать наказы и продавать? Я тебе научу смысл этого бизнеса. Я тебе научу весь день и большие дарить. Я тебе расскажу, как этот бизнес делается. На первых твоих шагах я тебе помощь окажу. Для тебя, говорю, очень важно, кто окажется твоим спонсором. Ребята, для ваших дистрибьюторов очень важно, какими спонсорами окажетесь вы для них. Для ваших дистрибьюторов очень важно, какими спонсорами вы для них окажетесь. Потому что вы обратили внимание, значит, на одной встрече у нас один из директоров как-то рассказал. Мужик говорит, а когда ты сказал, что надо по 149 рублей платить? Я говорю, я не говорил. А как же вы, как они на контракт начали подписывать? Я надумал с первого раза, а как же это не получилось? Потом я сказал, говорю, а, это, наверное, потому что я, говорю, с самого начала к ним обращался так, как будто они уже здесь. Помните муж, говорю, с фразу, когда вы будете разговаривать с вашими, не помните у него такая фраза? Мне это как раз, как будто вы уже наши, вы еще думаете, вы первый раз слышите. Весь разговор строится, что вы уже здесь. И как вы будете отвечать вашим новичкам? Я с ним обращаюсь так, как будто они здесь. Я говорю, ребята, вам, вашим знакомым, придется объяснять. Вам придется отвечать на их вопросы. Вам они будут задавать, они будут не понимать. Я их уже нацеливаю вот сюда. Всех изначально. Они уже здесь, по трахами. Все ясно, все понятно. А что тут сомневаться-то? А что тут колебаться-то? 149 рублей. Какая разница, сколько это стоит? Я тут могу заработать вон сколько. понимаете? А дальше все. Очень важно, какими спонсорами вы для них окажетесь. Тот, который расскажет им смысл бизнеса, который расскажет здесь где небольшие зарытые, расскажет, что этот бизнес делается. Поможет им реально в этом бизнесе. Или вы просто их подпишете и скажете, я тебе все рассказал. Потому что у нас был такой случай, когда разговорим зерканом, почему ты им не помогаешь? Но они не получаются у них. Я говорю, я им все рассказываю, что я за них еще работать буду? Да. На первых этапах пока я этого не умею. Потому что, например, он опять не тебе скажет, в любом случае, я сам так могу. Более того, может не сказать, но он сам начнет уже делать. Тот промежуток между двумя недель, между средами. они уже здесь, как будто они уже здесь. Мы их воспринимаем как равных партнеров. Чего ты еще хотел сказать? Пора ехать. Заключительные операции. Заключительные операции. Ребята, интересно? Интересно. Есть смысл в рот? Есть смысл в рот? Давайте сразу с вами, когда первая встреча у вас так не получится. Заключительные операции. Ваша задача на следующую встречу, которая состоится, тогда привести своих первых трех. Помните стройки, да? Стройки, естественно. Кто не знает, к спонсору. Ваша задача на следующую встречу, привести своих первых трех. Для этого надо заключить контракт с фирмой, получить документы, изучить их, подготовить 10 вопросов. А дальше начинается работа уже. Ваш спонсору расскажешь, что надо делать. Спирт знакомых. Деление на АБЦ. Знаете, э? Нет. Не надо. И дальше начинается программа. Потому что на самом деле очень многие люди жажду начальника. Но все это сделало бы, если бы у них был начальник. На первую очередь, на первом этапе это возбудить их начальника. Причем ненавязчиво. Они будут к вам обращаться за помощью только в одном случае, если общение с вами будет для них полезно. Если они будут результаты видеть от общения с вами. Частный вопрос. Володя говорит, я всех приглашаю, я всем предлагаю свою помощь, навязываю свою помощь, они не берут, они не приглашают, они не хотят. Они будут к вам обращаться за помощью, чтобы в одном случае если они будут чувствовать выгоду от общения с вами. Если вы им будете нужны, выгодны, поэтому вам нужно вызывать все, чтобы они были выгодны. Понял? Понял. Ребята, в общем, тут есть еще много чего говорить. Но это вам расскажет Василий Магина. Следующий человек, как всегда. Не, ну, уже поймали. Интересный вопрос, потому что, на самом деле, созвон, подходит, не приглашает. Я им предлагаю Ваши задачи привести встречу. Но дело в том, что это управляемый бизнес. И любой наш разговор, любой наш контакт, то, что мы говорим, что надо его выслушать, это не означает, что мы должны слушать бесконтрольно. Мы контролируем, мы управляем разговором. Мы-то знаем, чем от них хотим. Вот я знаю, чего я хочу от встречи каждый раз, когда я провожу ее. Могут задаваться вопросом, могут уходить вообще в сторону. Но я знаю, что я хочу. Я возвращаюсь к этому вопросу. Вот. И она мне говорит, ну, не приглашают. Я не приглашаю, там еще что-то. Это управляемый бизнес. Значит, нам надо меняться. Надо думать, почему они приходят. Что Вы такое сказали? Почему они пришли? Почему они прислушались к Вашему совету? Значит, тут очень интересная ситуация. Значит, каждый из нас умный. Каждый из нас получает сразу. Я сам так могу. Ну, вот эта вот самая ситуация, что мы новенькие, вроде бы они это самое раз прослушали, и все, я сам так могу, и дальше... Когда я с ним разговариваю, я каждый раз говорю, ребята, давайте сразу с вами договоримся, что первая встреча с Вашими знакомыми. У Вас, так как у меня, не получится. Первая встреча. Вторая, третья, четвертая, а потом и Вы научитесь. Ну, Ваша задача сейчас научиться. Я объясняю, почему. Потому что это... Потому что я говорю, у них, они все грамотные, все умные, они будут задавать правильный вопрос, который все люди задают. А где будут продавать, а где будут искать людей, и как с налогами? Они правильный вопрос задали, но Вы пока не знаете, как на них отвечают, а я знаю. Ваша задача просто их поставить, подменять, чтобы они на меня возникают свои вопросы, свой негатив, свое непонимание, а я не буду отвечать, а ты сиди рядом и смотри, и учись. Потому что если тебе потом такие же вопросы будут, а будут задавать именно те же вопросы, то ты уже будешь знать, как на них отвечал Лобовин, как на них отвечал Василий, как отвечал спонсор, как отвечал я. Потому что ты, ну, вынужденные, приглашаешь своих знакомых, и по твоей сдаче просто не пытайся им ничего объяснить, ты все равно так не объяснишь. А вопросы тебе будут задавать, на них ответить не сможешь, люди уйдут. Поэтому не пытайся им ответить на вопросы. Твоя сдача поставить их под меня, подряд. Я на их вопросы буду отвечать. Ты не знаешь, как мне отвечать, а я знаю. Пусть они на меня высыпают свой негатив. А ты сиди рядом и учись, смотри, слушай, как я отвечаю, потому что когда тебе потом будут задавать такие же вопросы, ты будешь знать, я все понимаю но я в рот новенькая у меня даже буквально подписала но и что я так понимаю что она уже сама всем все рассказала просто встреч нет первые секреты открою первой странице прочитай первой странице как раз это звучит первой странице потому что мы потом мы встречаемся говорим ну как рассказал ну да а я тебя чем предупреждал нет я имела виду не это как подвинуть что все-таки встреча была назначена а я тебе о чем предупреждал я тебе говорю что у тебя не получится тут очень ситуация такая интересная то что он тоже самое там есть находка трудно от пользоваться они ни в коем случае суббистритору не отпускают его одного работать со знакомым или вообще на улице они обязательно со спонсором обязательно спорта они ходят вдвоем в пятером одного преимущества один одному человеку сложнее сопротивляться пятерым один человек вот мы же делим весь рынок на горячий холодный теплый да какой из них самый плохой кто скажет корень горячий очень для кого-то а у меня горячий горячий самый тяжелый сам плотно потому что люди которые нас с такого возраста надо что-то сейчас обошли деньгах можно сказать я для своего брата не авторитет я для своих родственники не авторитет ну что я на поле подъезжаю еще там что-то там пару сотовых телефонов там пальцы веером я для них не авторитет но когда я приглашаю чужого человека для них он авторитет чужой человек а значит не только ты не вступил а вляпался а я прихожу с чужим человеком со своим спонсором и он меня вынужден будет выслушать потому что когда я буду разговаривать у меня на грибы на рыбалку на баню на родственника перейдет разговор а когда приходит чужим человеком меня вынужден выслушать наконец-то от начала до конца причем мне ничего у человека всегда мнение эксперта его он согласен востоке меня нет на свой своем горячем рынке на работе со своим спонсором на рынке горячем рынке ваших дистрибьютором работать чтобы для них эксперт вы для них чужой человек вас они будут вынуждены слушать те свои родственники друг друга сейчас начнут перепалка чем можно чем битом вспоминать кто кому чего сказал 40 лет назад а придете вы уже будет выслушать вас на погоде на погоде переведу разговор на рыбалку нет добавим а выслушать все он есть вероятно что поймем как андрей сказал слава может это сделать конце от ноги из них первые две секунды все сегодня на знаю я очень чужая но вы еще о чем есть говорить значит просто сегодняшняя встреча была задумана василия с мариной именно чтобы вы посмотрели чем наш наше пройдение встреча отличается ваш какие изюминки мы используем переходы не может быть незаметно и сам по жизни получается но на них там санкционирую внимание пока мы не поймем как это делается мы сами научимся делать если не сможем научить если значит пожелания вам такое это научитесь анализировать свои неудачи потом так не делай да и научитесь анализировать свою врачи потому что вашу заполучил оставить сейчас применять анализируйте почему получилось что я правильно сказал на каком этапе у него глаза блестели на каком этапе понравилась вот эта вот вещь очень много изюминок можно говорить много много человек поливу столько зафиксируйте что он понял о чем он зацепил если участвовать применять анализируйте свои не только и удачи на и удачи анализируйте чем ваши разговоры конечно почему на первом этапе на самом деле вашим новичкам все равно чем разговор закончится не просто работают язык работают легкость общения мне все равно интересно неинтересно потренироваться не важно чем разговор заканчивается вы тренируетесь в совершенстве вы шлифуете свой опыт приглашайте спонсоров слушайте чего они как они работают у них черт побери получается почему не у них то получается я что-то делаю неправильно если что-то не получает это не значит что это не работает это значит что вы что-то не так делаете та же самая старая история один человек сверился здесь и людьми поговорю сим попасть ленивые ту клей никому еще не надо другой человек с этими же 10 людьми встретился поговорил с ними и 5 регистраций так может быть делом не то что люди они были тут может быть о том что мы что-то не так говорим задумайся об этом если что-то не получается значит быть так не так говорите то что василию все говорит так как надо ну надо просто понять что он говорит как говорит учиться этому надо потому что есть еще тамила есть еще куча людей которых это получается так сама рада никитина у нее в это время растут результаты растут результат у всех все падает почему-то у нее растет значит может быть их не у всех все падает а просто рады что-то правильно делает надо у нее научиться потому что на декабре открыла 9 групп у голубева все растет почему-то знаете да у там его почему-то растет все в этой же москве на этой же фирме с этой же продукции среди тех самых москвичей по тем же самым ценам новые группы растут значит что-то мы не так делаем если у нас не получается если что-то не получается не значит это работает значит не так делаем как сделать правильно посмотреть как это делать это получается и постараться сделать так же вот все из вас провели такой анализ то разбор такой ложь чем же наша встреча отличается от вашей что мы такое говорю что вы такой недоговариваете почему после нашей встречи все хотят помню один человек не казался кто работал кто а автон что это играет